так ура хорошо так вот вернемся к нашему нашему логотип получается когда мы меняем размеры нашего экрана будет происходить как это делается вспоминаем наш код ну то что мы рассматривали респонсию те же самые медиа запрос получается сам логотип он разбит на несколько кусков и в зависимости от разных разного размера мы получаются открываем и соответственно можем сделать и такие вот интересные фишки не бывает сейчас есть один сайт у него получается логотип довольно довольно насильно получается здесь можно было как бы поиграться и на небольших странах или это то немного средств тоже с ним как бы он не манипулировать и что-то с ним делать и тоже уменьшать но это сложно это уже такие моменты которые если у вас есть время и желание это все делать если соответственно написано в тз то это можно сделать это первым потом если брать тоже есть есть примерчик ребята сделали он только надо посмотреть видите тоже на больших экранах у нас идут большие логотипы сделать слишком большим вот если мы уменьшаем то наши логотипы становятся маленькими вообще как бы до этого в общем это один из примеров ну как бы силу респонсив 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 и так далее так и сейчас вам покажу еще одну фишечку если получится это уже касается непосредственно 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 редактирования работы работы с кодом вы наверно слышали про такую фишку как live edit или live load и так далее кто слышал на миша слышал да но это суть того что получается вы когда когда пишите код в своем редакторе он автоматически влияется на является в браузере то есть получается вам не нужно переключаться на браузер нажимать на и страницу и так далее это экономит уйма времени но к сожалению такие методы они работают не идеально и не всегда их не всегда их можно применить давайте сейчас вам покажу скажу что у нас есть итак возьмем наш наш духут было видно так так ну что мы здесь поменяем видите как ваш комментирует и сразу непосредственно и возвращается если мне нужно добавить давайте сейчас быстренько удалю какой-то кусок кода ну вот не знаю что такое а в принципе смотрите получается я когда перемещаюсь поэтому меня показываются в каком каком из элементов я нахожусь видите в общем очень удобно особенно если у вас два монитора получается вы открываете на одном экране простите не проснулся браузер на другом экране ваш кода если у вас еще три экрана то это вообще круто получается у меня ну вот два экрана на одном экране открыт браузер на одном фотошоп на третьем код вообще круто ну короче там сидишь только как как страницу но это уже совсем так что это очень удобно к веру можно смотреть это как бы один из методов но это работает в php storm в принципе тоже сможете это сделать думаю если сегодня у нас время я вам расскажу как это делается в принципе в принципе давайте сейчас прям сейчас расскажу как это делается если у вас последняя версия php storm а или web storm а кто пользуется нужно для просто для хрома установить расширение называется jetbrain idea support можете просто набрать на счет других языков не знаю потому что я как бы на джаве не программировал не знаю не знаю посмотри просто то же самое там же братья слайдые передали лава так далее ну здесь называются лава так получается же бренды support заходите на хром и устанавливать его установить это расширение на хром еще раз попробуем Так, пока вы скачиваете, к сожалению, в этом методе есть минус, потому что когда у вас здесь открыт ваш браузер, если вы открываете developer tools, то, соответственно, лавэдит не работает. Бак. Давно он висит, никак его не исправят, и все жалуются. Если бы эта штука работала, то просто было круто. Это как бы одна фишка. С вами там работает. Да, но там как раз я сейчас про него покажу. Это как бы первый метод. Соответственно, вы здесь можете редактировать HTML и CSS, и у вас сразу меняется там момент. Ну, и, к примеру, можно просто настроить определенную комбинацию клавиш, чтобы обновлять браузер, если вам нужно это сделать. Потом есть еще такой редактор, как Sublime. Возможно, вы с ним... Я когда-то про него упоминал на первых занятиях. У него тоже есть очень много интересных плюшек, и отчасти одна из них это... Тоже подобная, похожая функция называется Emmet Lifestyle. Ну, она работает только с включенным. Давай, про тут. Так что тут... Давайте я опущу его вниз. Если мы здесь включим вот Lifestyle. Файл, и у меня здесь показано, какие стили я... Какие стили я редактирую, после какие файлы стили. В принципе, оно здесь сразу у меня все подключено. Так, ну, давайте посмотрим, к примеру... Так, но минус этого метода в том, что он работает только со стилями, только с CSS. Соответственно, если вы меняете HTML, оно здесь меняться не будет. Ну, давайте снова же мы в Google какой-то цвет быстренько сейчас поменяем. Так, border-bottom, background-color... Вот, ну, к примеру, вот это вот. Видите, как бы оно сразу меняется. Ну, и получается, здесь, к примеру, там можно... Какой еще пример вам показать? А, ну, вот, к примеру, если нам нужно, получается, видите, я увеличу как-бот, чтобы сразу меняется там. Ну, получается, как бы вы прямо редактируете на этом. Но в этой фишке еще есть очень отличный плюс, что когда вы меняете в самом developer-tools, у вас изменения заносятся в файл все дальше. Это вообще получается как бы двустороннее. Ну, это круто. Давайте сейчас посмотрим, что-то попробуем поменять. Пу-пу-пу-пу-пу-пуф. Ну, возьмем вот эту вот картинку. Background-color. Я хочу ее поменять на... Давайте на какой-то красный. Ну, если заметить, вот этот вот кусочек, не подождите, вот этот вот. Сейчас вот здесь вот будет меняться значение. Видите? Ну, короче, удобно. Получается, экономит время намного больше. Получается, вот так. Сделали изменения, переключились на браузер, обновили, посмотрели, не понравилось, обратно, обновили сюда и так. А так ты веду их на двух экранах. Смотрите. Ну, снова же, когда работает, если здесь работает с HTML, ну, HTML приходится дописывать и обновлять страницу. К сожалению, он автоматически не обновляет. Ну, реально очень удобно, что и... А это color picker. Если вы меняете какой-то цвет в developer 2, то появляется такая штука, и можно там выбрать любой цвет, который нужно. В общем, такие вот прикольные фишечки. Как установить love style? Просто можете записать себя, ну, не знаю, об этом пользователь есть или нет. Я снова вчера попробовал на нем поработать, короче, у меня не получилось. Не знаю. Ребята полностью пришли на его, короче, себе настроили, с ним работают и счастливы. Я, кстати, работаю с PHP-сталом. Я, наверное, не знаю. Еще, например, Atom есть какой-то новый формат, вроде, вот, или Шаба, или Диме. Редакторов, по сути, довольно много. Самый популярный это Sublime, PHP-Sorm, NetBeans, то, что он бесплатный. К примеру, ребята с Одессы работают на NetBeans. Ну, что там еще? Ну, короче, Breaks, да, что-то новое. Потом для верстальщиков Avocode вышло, что, получается, там прямо подружаешь Photoshop, Photoshop-редактор. И прямо, как бы, там, получается, редактор одновременно работает с Photoshop и с кодом. Получается, ты можешь там выбрать какую-то картинку и сразу там написал код, или сразу ее вырезать и так далее. Получается, ее сделали специально для верстальщиков. Чтобы, как бы, упрощать жизнь. Так что, я вам рекомендую тот набор, который я пользуюсь. По сути, вы можете выбрать любой, какой вам нужно. Можете экспериментировать. Если есть свободное время, можете там попробовать поставить, посмотреть, как оно работает и так далее. Так, вроде бы все. Настроим этот PHP-Sorm для работы с LiveEdit. Так, установили расширение? Да. Ну, давайте откроем наш dhud, как раз проверим на нем. Так, у вас должно быть здесь расширение активировано. Есть, да? Что нужно сделать? Вам нужно в PHP-Sorm запустить так называемый дебаггер. Получается, мы открываем файлик index.html, нажимаем run, и должно быть написано debug index.html. Хотя, подождите, перед этим нужно... Ну, если просто дебагг, там нужно будет выбрать индекс h-шемы. И все, и он у вас работает. Если он у вас... Ну, проверьте там. Да, и попробуйте что-то поменять. Если у вас работает, если у вас автоматически не работает, сейчас мы сделаем еще кое-какие настройки. Нет, не работает? Отложиваю это. Нет. Вы попробуйте поменять, какой только отменяется. Так оно и сразу не работает. Сразу сразу. Ну, меняется ли включение? Не меняется? Хорошо, давайте нажимаем отмену и сделаем. Зайдем в настройки. Ctrl-Alt-S. Ну, и наберите просто в поиске... LiveEdit. Смотрите, блок Build, дебаггер, LiveEdit. И чтобы у вас были поставлены вот такие вот галочки. Нет LiveEdit такого? Нет. Нет. Вот здесь нету, да? Хорошо, тогда идем дальше. Чем дальше в лес, тем больше партизан. Заходим в Plugins. Хорошо. Заходим в Plugins. Ну, и выберите Install JetBrave Plugins. И наберите здесь через поиск CloudEdit. Заходим в настройки Plugins. Выбираем Install JetBrave Plugins. И здесь пишите LiveEdit и установите его. Ну, после того, как установите, да. Ну, если пишут, что да. Пишут, да. Да, поэтому даже старт сделать. Ну, опять же, я не думаю. Ну, ты, да. Ну, опять же. Ну, опять же. есть после этого у вас должно появиться перезагрузить и должна появиться такая планочка и поставить но у вас не работало потому что у вас не было ну те у кого не было и не было просто сама плагина вы пользуетесь поиском вот здесь если вам нужно найти какую-то функцию написали лавья если вам нужно плагин нужно чтобы вас плагин опять был включен и появилась такая функция если еще грузитесь а Спасибо. 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 Иван, смотрите. У тех ребят такого не работает, нужно, должно быть дебаг индекс HTML. Если у вас этого нет, вы нажимаете дальше, просто дебаг. Будьте здоровы! И Edit Configuration. Вам нужно добавить здесь с Default добавить JavaScript Debug. Получается вот это вот Love Reload, он работает в режиме дебага JavaScript. Вы нажимаете плюс, выбираете здесь JavaScript Debug, можете его назвать, если вам нужно, и выбираете в ваш файле к индексу. И оно, по идее, когда вы добавите JavaScript Debug, оно будет для каждого проекта подтягиваться, так что проблем не будет. Так, хорошо, немножко поигрались, давайте теперь приходить дальше к нашей теме. Ага, так, вопросы у нас были по духу, да? Да, я не вспомнил. Так, по анимации. Давайте покажу, что я здесь добавил и какие есть особенности. Ну, в принципе, анимашка вот такая, как осталось. Здесь я делаю вот так вот. Получается, просто в том же заезжаю, только стрелочки, не стрелочки, а звездочки я выравниваю вот эти. Так, ну давайте попробуем. Они просто пыни, все, да? Нужно смотреть этот. Я вам сейчас покажу, как у меня сделано. Ну, давайте попроще возьмем вот этот кусочек. Что у меня здесь есть? Для того, чтобы они вот так вот слева и справа выскакивали, я добавил еще один div, ну, не div, а слой, получается, overlay. И я сделал ему overslow hiding, и получается все, что... Если получается, сейчас уберу, то возможно... Не видно все равно эти... Они там где-то есть. Все, что находится вне этого слоя, оно как бы скрывает. При наведении я просто, как бы, вывожу эти, эти, как бы, иконки. Когда я делал тогда на занятии, я делал чуть-чуть по-другому, я этот div не вставлю, этот слой не вставлял, я его немного переделал, потому что так оно получается немного, как бы, адекватнее, и у меня получается разделено. У меня идет отдельно картинка, отдельно этот, и отдельно все, что у нас касается нашего при наведении. Ну, и, соответственно, наши сома иконки. Вот. Так. Наши комментарии. Видите, где они находятся? Наши комментарии находятся вот здесь. Получается, оно вводится через... Я просто сдвинул через transform, сдвинул его на определенную ширину. Чтобы, ну, короче, на ширину больше, чем в контейнере, чтобы оно как бы вышло. А просто при наведении... Вот, даже вот так, какого. А вот. При наведении я просто делаю translate x 0. То есть, получается, я возвращаю его на... В transition я здесь написал all, но можно написать transform, потому что мы анимируем именно свойства transform. В transition мы пишем не вот это вот значение, а значение вот этого. Как бы, как бы, значение... Получается, свойства. Получается, мы анимируем свойства, а не какого-то значения. Поэтому transform... Ну, в transition нужно было написать all, но правильно было написать transform. И оно работает. Так что, проверяешь, что у тебя там. Ну, и так же самое я делаю с... С рейтинга. И, получается, при наведении они вот так вот... Ну, а как, кнопку не вирать, я уже вам показывал. Кто какие еще анимации добавил? Давайте сейчас посмотрим. Нужно вопрос. Давай. Да, анимация, короче, я добавил кнопки. Ну, давайте, мы скинем еще. Давай в Skype. В общую. Да. Что, не хочешь, чтобы ребята видели, да? Конечно. У меня, короче, scale не применяется, но как-то криво. Видишь, оно как-то сразу убирается. Я как-то плавно вверх ставлю. Ну, давай посмотрим. Так. Так. Так, у тебя идет... Вот это вот, да? Да. Так, вот это вот, да? Так, вот это он, да? Да. Так, давай посмотрим. У тебя идет... Потому что ты здесь снова делаешь transition scale, а нужно transform. Вот. И, ну, после этого он у тебя будет работать. Понял. Так, смотрите, что здесь еще вообще, как бы, в общем, по верстке? Вот эти вот заголовки тоже сделать ссылкой. Потому что, по сути, у нас ссылка как бы идет на картинки и ссылка на заголовок. А это у нас идет в описании. Так что это тоже сделать. Так. Ладно, в общем, сразу начнем с жоры, как мы видели. Так, первое, что у тебя. У тебя идет... Шлиф не тот. Видишь, у тебя здесь идет, наверное, обычный normal, а у нас он идет чуть потолще. Ага. Как бы... Да. Дальше. Смотри, видишь, у тебя здесь... Так, где этот мой? Чтобы было видно разницу. Давай даже начнем с макета, чтобы уже... Первое, исходник. Так, то, что я говорил. Видите, у нас идут... Это идет на всю ширину. Получается, как бы, иконки, и этот прилипает слева и справа. А здесь у нас идет определенный отступ еще. Видно, да? То, что я говорил. Будьте внимательны к деталям. Ну, как видите, у меня такое есть. Я молодец, да? Знаете, как это в КВН-де было? А Сережа молодец, да? А вот. У тебя, получается, здесь слева какой-то дополнительный отступ есть. Ну, и, соответственно, сам этот блок слева и справа не уранится. Что я сделал? Я... Ну, и то, и другое. Получается, в контейнере я добавил падение. Так, я все наши итемы... Давайте... Я все наши итемы обвернул просто в какой-то див, и ему добавил, слева справа. Все. Как бы не нужно заморачиваться и так далее. И у нас... Оно у нас, соответственно, работает. Так, какие вопросы еще? А вот это уже интересный момент. Смотрите, здесь... Как видите, у нас наши клонки, они идут как бы блоками, и если у нас какая-то из клонок больше или меньше, то у нас может получиться вот такая вот ситуация. Давайте, к примеру, здесь сейчас я добавлю какой-то текст. Так, вот. К примеру, у нас одно больше, и получается такой... О, какой ужас, короче. Особенно если вы персекционисты, вы можете вообще там припадать, и вы сразу же все пропали. Потом, если, например, то же самое заметно вот здесь вот было. Как на практике это все делается? На практике это делается двумя методами. Можно использовать флексбокс. Наверное, Саша, ты про них все же расскажешь как-нибудь. И можно использовать JavaScript, верно? Что? Если нет, я не хочу, не надо, ты что, или как? Ну да. Или хочешь? А у меня ничего не нужно. Сегодня? Нет, не сегодня, да. Все, давай, выходи, все. Я устал рассказывать, давай. Я тебе часа наоборот заплатил. Нет, конечно, ну как бы, не будет часа. Получается, мы используем флексбокс, но флексбокс, но уже не работает во всех браузерах, но вообще там последние. Чаще всего на практике используется JavaScript. Мы просто прописываем определенную функцию, она там небольшая. И, к примеру, мы прописываем для тех колонок, для каких нам нужно высчитывать высоту. И, получается, мы смотрим. К примеру, если одна из колонок больше, то высоту этих колонок мы проставляем с помощью JavaScript. И оно получается, ну, как бы, получается красиво. Это один из вариантов. Другой вариант, можно делать определенные ограничения. Как я делал вот здесь вот. Ну, как бы, не все с этим согласны, потому что здесь скрывается часть контента. Ну, там, получается, даже не через... Сейчас, подождите. Здесь короткие названия остались. Нет, просто мы для каждого из элементов прописываем конкретную высоту уже. Как бы, жестко забиваем, как баранки, и уже, как бы, соответственно, ничего с ним не делаем. Так. Ну, в принципе, вот здесь вот. Ну, здесь как раз, если я не ошибаюсь, срабатывает и JavaScript, и то, и другое. Может, нет? Нет, прокрутку в контейнере делать тебе не нужно, тем более таких элементов. Потому что, если, как бы, ты откроешь, она не будет. К примеру, здесь в данном блоке... Давайте возьмем какой-то покрасивее блок. В данном блоке здесь текст, который можно меняться, это, в основном, как бы, идет заголовок. Он может быть длинный и так далее. Что я с этим заголовком сделал? Я ему сделал... Вот, что-то, посмотрим. Так, не заголовка, а ссылки прописано, да. Вот, получается, я в данной ссылке сделал white space no wrap, получается, чтобы наша строка была, то есть, пробелы не разрывались, не приходились слова на следующую строку. Оно как бы шло в одну строку. Сделал ему конкретную высоту. Давайте, если я сейчас так уберу, то будет видно, видите? У меня как бы появились разные там разные эти. И добавил такое свойство text overflow. ellipsis, улыбок. Оно здесь добавляет в конце три точки. Не знаю, если плохо видно, давайте сейчас увеличим. Ну, в общем, здесь его... Оно здесь добавилось три точки. Вот. Это как бы один из методов. Но чаще всего, когда... Ну, или здесь. Получается, здесь мы делаем ограничение для заголовка, делаем ограничение здесь для какого-то текста. Да. Ну, или просто высоту. Здесь, по сути, разницы нет. Даже лучше поставить просто высоту и скрыть. Но все же на практике лучше делать через скрипт. Он называется equal height. Если посмотреть, просто... Если посмотреть, просто... Вот. Equal height. Pro. Hate jQuery. Здесь отдельно даже есть какие-то конкретные плагины. Можно поставить плагин. Есть определенные функции. Например, на кодпаде можно посмотреть... Если мы посмотрим, у нас здесь идет вот такая вот функция. Вы просто вставляете и прописываете для каких... Прописываете функцию и прописываете для каких элементов вы выставляете конкретную высоту. Но когда вы... На практике чаще всего будем использовать в фреймворке, то эта функция уже в фреймворке встроена. Вы просто прописали там один параметр, и у вас все клонки как бы выставили так, как нужно. Так что... С этим не нужно. Давайте доведем этот вопрос уже до конца. Используем вот эту вот функцию. Чтобы у нас она уже работала так, как нужно. Потому что часто бывает... Ребята на практике делают, они... Вот как я только что сделал. Я подогнал как бы сам макет под этот, под контент. То есть получается, это неверно. Потому что контент, как я вам говорил, он может меняться. Поэтому нужно учитывать все моменты, которые... Если контент поменялся, чтобы ваш макет... О, у нас поменялся контент, нужно построиться и стать красивым. И чтобы вас это там сработало. Получается здесь чаще всего... И чаще всего начинающие новички, они делают все четко, как в макете. Там... И на выходе, получается, когда заливается реальный контент, оно бах, все поплыло. Заказчик такой, о, что ты мне сделал, блядь, какой-то. Поэтому давайте сейчас вот этот вот моментик сделаем. Так как у нас получается свой мини-фреймворк, мы его сейчас немного запишем. Давайте возьмем вот это вот... Я вам кину ссылочку. И снова же затронем кусок кода мира JavaScript. Что нам нужно сделать? Да, по порядку. Нам для начала нужно создать... папочку JS. И в этой папочке JS создать JavaScript файл. Ну и можно назвать его скрипт. И так далее. Смотрите, мы сейчас давайте сделаем немного по-другому. Это, если не ошибаюсь, это у нас... Эта функция использует jQuery. Я вам рассказал, что есть чистый JavaScript и есть jQuery. Это библиотека, которую мы подключаем, чтобы с ней работать. Бывают моменты, когда вы подключаете, соответственно, саму jQuery, оно грузит там, саму же библиотеку, грузит там определенное количество килобайтов, которые, по сути, не нужны. Если нам нужно здесь выровнять... По сути, в данном макете мы используем только одну функцию. Выровнять по высоте. То мы jQuery нам не обязательно подключать. Мы можем просто найти решение на... в чистом JavaScript. Мы можем посмотреть, найти эту функцию и все. И получается, это одна из методов. Если вам нужно... Мы когда будем говорить про JavaScript, я еще более подробно расскажу. Если вам нужно добавить какую-то определенную функцию, постарайтесь найти решение на чистом JavaScript. Потому что, так как люди вселенивые, они разбалывались, они поставили себе jQuery, и даже если им нужно просто поменять, грубо говоря, цвет кнопки, они подключают jQuery, грузится там 50 или 100 килобайт, и после этого они прописывают одну строчку кода и меняют этот цвет. Хотя это все можно сделать на чистом JavaScript, и получается без проблем. Можно использовать эту функцию. Но, смотрите, мы в дальнейшем еще будем наш doHood приводить в нормальный вид. Нам нужно будет меню сделать, респонсию и так далее, поэтому нам все-таки проще использовать jQuery. Так что здесь мы подключим jQuery и используем эту функцию equalHeight. И вас так туда-сюда, так что возвращаемся к этому решению. Так, и просто берем отсюда, копируем кусок кода и вставляем в наш JavaScript. Так, смотрите, мы подключили, вставили сам код, сама функция у нас есть. Пока мы... Это все, что было в JavaScript. Да, все, что в JavaScript. Сейчас я подробно расскажу, что там за что отвечает. Так, после того, когда мы это скопировали, нам нужно, соответственно, подключить сам скрит и подключить jQuery. Как видите, мы здесь уже скрит подключали для нашего audit-браза, чтобы у нас браузеры показывались современные, для современных. И давайте здесь добавим наш кусок этого. Мы пишем тот же самый скрипт. Еще такой момент. Когда мы подключаем скрипт в HTML5, не обязательно прописывать вот этот кусок кода текст, type text в JavaScript. Поэтому мы можем просто в PHPStorm его сразу разворачивать. Так, подключили наш скрипт. Но чтобы он заработал, нам нужно еще подключить jQuery. jQuery? Нет, нет. Мы не подключали. Мы там подключали чистое решение на JavaScript, кстати. Нету jQuery. Ты jQuery подключил? Ну, если ты подключил, значит, молодец. Ну, значит, не нужно было подключать. Вот тоже, смотрите, подключайте только тогда, когда нужно. Здесь... Давайте посмотрим, откроем его. Он здесь чистый JavaScript. Это без jQuery. Так что это... Да, ну, нам jQuery нужно. jQuery мы подключаем из... Просто пишем jQuery в Google. Приходим на первую ссылочку и смотрим здесь... jQuery. Подключайте пока версию 1.13, вторая нам не нужна, потому что она более продвинутая. Все, просто мы копируем вот этот вот кусочек кода и вставляем обязательно перед нашим... перед нашим скриптом. Да. Смотрите. Да. Смотрите. По правилам, ну, что по правилам, а для хорошего сайта все скрипты нужно подключать внизу, то есть после всего контента. Почему? Еще раз вам расскажу. Когда мы подгружаем... Все скрипты, они работают именно с элементами HTML, то есть с домом нашим. Вот. И если нет смысла его подключать наверх, потому что все, что идет как бы подряд, оно подключается как бы последовательно. Подключились стили, подключились, подгрузились в наш контент и так далее. То правильнее подключить, даже логичнее, подключить скрипты в самом конце, когда загрузился весь наш дом. Лучше загрузились наши элементы, потом подключились скрипты, и дальше можем работать с нашим элементом. Поэтому скрипты лучше вставлять в самые-всамые контенты, ну, как мы здесь и делаем. К сожалению, не всегда на практике такое бывает. Так, да. Это мы взяли, это мы подключаем jQuery. Мы jQuery подключаем прямо с сервера Google. Получается, чтобы... Это тоже такая практика. Для того, чтобы не скачивать саму библиотеку к нам в проект, для каждого проекта его скачивать в наш проект, это... Ребята сделали на Google, залили... Ну, точнее, Google зайдет туда эту библиотеку, и она всегда есть. Ну, не все, блин. Все сайты. Можно ссылку? Можно ссылку? jQuery Google? Нет, она ходила. Лабрарис. Получается, здесь сходится не только jQuery. Есть еще Doge, есть Angular, есть Prototype, Mutus. Mutus это типа jQuery, как бы там старенькая такая... Ну, короче, здесь очень-очень много. Видите из разных этих библиотек. Леша, а по поводу версий. Я говорил, там если не подписывай, 1.11.3, я просто написать 11, ну, слэш, дальше, спрашиваю. Но будет ли последний самолет или подтягивать? Ты это говорил? Ну, я уточняю, спрашиваю. Старая запись по подтягиванию jQuery. Там просто единичка, слэш и дальше адрес. В принципе, может быть. Не знаю. Я всегда подключаю конкретную версию. Потому что бывает... У меня была на практике, что когда я подключаю последнюю версию jQuery, и Омой, как бы... Они бывают, что в новых версиях, они... Старые функции, они как бы убивают, и в прошлый день больше не поддерживают. Например, у меня там... Я получал какой-то плагин, который написан на более древних функциях. Я автоматически скинул сайт, у меня работал нормально. jQuery обновилась, она, собственно, по ссылке подтянула самую последнюю версию, и там эти функции перестали работать, и сайт у меня перестал работать. Потому что бывает, когда там... Вы делаете сайт... Вот, например, у меня есть сайт, который я делал... Пуф... Сухой, 15-й год? Ну, не знаю. В 11-м, в 12-м. И он там вообще написан на джунле 1.5, короче, древний сайт такой. И как бы он работает нормально, без проблем все это. А если, к примеру, так просто прописывать постоянно новые версии, то могут возникнуть такие моменты. Поэтому лучше четко прописать конкретную версию, и будете знать, что сайт она работала, и у вас будет работать даже через... там, 5-10 лет. Ну, конечно, если Google не накроет, они удалят эту ссылочку. Если Google накроет, то тогда уже нечего будет делать в интернете. Все пропало. Все пропало, да. Так, есть у нас. Я сказал, что в конце подключают. А там еще поддержка Е9. Ну, здесь смотри... Так, где этот код? Вот это, да. Смотри, вот этот код, он у нас обрабатывается только для интернет-эксплорера, начиная с 8-й версии. Как он здесь делается? Почему нам нужно его подключить здесь? Он должен переликнуть загрузку. Да, потому что мы здесь используем элементы HTML5, там, article, section и так далее. А с 8-й и 7-й они понимают, что это такое. Поэтому нам нужно сначала подключить поддержку HTML5 для старых браузеров, а все же новые остальные браузеры просто видят это, как обычно, комментарии, и он никакой не грузит, просто пропустил и побежал дальше. Так что, тут все окей. Еще вопросы? Вы знаете, я люблю вопросы, вы так мало их задаете. Вы меня не любите, да? Не любите меня радовать? Я так и знал, все пропало. У меня пунктер слева. Еще там со второго занятия, да, или кого-то выкрутое было? Хорошо. Так вот, вернемся к нашему подключению. Мы вспоминаем, что мы делаем. Мы подключаем скрип, чтобы он в нашей колонке был одинаково высказан. Так, сохранили. Давайте сейчас... Смотрим, как у нас... Так, что у меня здесь только духу-то открылось. Так, можно посмотреть... Так, ладно, собрались. Итак, мы подключили, теперь нам нужно сделать, определить, для каких элементов нам нужно сделать... одинаковую высоту. Ну, по сути, нам нужно для... Давайте посмотрим, какие у нас здесь идут элементы. Нам нужно сделать высоту... Нет, смотрите, нам нужно сделать, чтобы визуально оно выглядело, ну, естественно, одинаково. Поэтому нам нужно сделать высоту только для блоков ду-итем. Ну, что получается, наши вот эти блоки, потому что они как раз у нас идут с белым фоном и так далее. Как это делается? Это делается... Снова же в нашем JavaScript-е. У нас есть две вот такие вот записи. Windows Unload. Это означает, что когда загрузится весь наш контент, мы прописываем эту функцию... У тебя работает, да? Молодец. Прописываем эту функцию и эта функция будет вызываться, когда загрузится страница. Вот эта надпись нужна, что когда мы... Если мы делаем ресайз нашего окна, ну, к примеру, чтобы когда мы меняли наше окно, соответственно, сейчас мы сделаем, он будет респонсив, и блоки, соответственно, не могут сжиматься. И получается, если там контента больше, он может вверх-вниз, получается, прыгать, и, соответственно, высота тоже будет нет. Поэтому нам нужно в этих двух местах вызывать нашу функцию. Итак, что мы сделаем? Нам нужно написать для тех элементов, которые находятся в BAGrid, item, du, item. Почему я не могу здесь написать просто du, item? Сейчас мы расскажем, почему. Потому что нам нужно, чтобы, к примеру, высота здесь может быть больше, а здесь может быть одинакова. если мы повисим для всех du, item, то у нас, получается, будет меняться для всех элементов. Нам нужно, чтобы менялась только для элементов в строке. и наш нижний скайбокс скаканул, ну, хранится вверх, скаканул. Давайте сейчас посмотрим. Смотри на скайбокс-клаб, вот эта полоска. Вот это? Нет, это таки есть. смотри. Это же идет в макете. Просто здесь разная высота картины, разная высота картины. Так что это... Это подосеки. Так. Ну, сейчас самое интересное, проверим, работает ли она вообще у нас. Работает? Работает. Ура. У меня работает. Да, да, да. Именно это, да. Так, 1,4, 1,4. В общем, теперь этот... Даже, если хотите, можете этот кусок кода добавить в свой стартер и использовать его как нужно. Так, где тут наш код? Ага, вот. Ну, давайте я здесь напишу. Ну, вот видите, как бы работает. У меня работает. И видите, меняется только непосредственно в строке. Нет, у меня не работает. А, ну смотрите, подождите. Может, у вас код немного другой? Нет, только другой код. Потому что я же... Другой код, да. Возможно, у вас другой код, да. Мне вообще как-то понятно. У вас есть класс делу... Делуитом и Дегри, да? Я вижу, что у вас такое, да? Смотрите, чтобы разметка у вас была вот такая. Давайте сейчас... Видите разметку, да? Очень хорошо видно, да? Так, давайте посмотрим. Итак, у нас идет наша сетка, идут, соответственно, наши колонки и идут наш делуитом. У нас и какие же у нас работают. В общем, у меня работа. Это, собственно, у вас не работает. Это вам. Пока. Давай, посмотрим. Так, сейчас у меня... Так, смотри. Так, смотри. У тебя получается... А ну здесь... Сделай сайт. Так, а ну-ка, открывай код, давай, посмотрим. А стимул сначала, например? Потому что тут написано B-E-Gib. Леват, внимательно на код смотрите. Очень работа за участок, правда. B-E-Gib написано. Видите, здесь нужно быть четко внимательным. Если где-то пропустили муку, где-то поставили лишнюю... О, у меня теперь другая проблема. Она все уехала. У меня в лоу стоит, чтобы эти уголки показывались. А для чего-то в лоу поставил? Ну, для этого не так. Не нужно, чтобы не расположить. А для чего-то в лоу поставить. У меня туда приближание будет солидно. Потому что почему-то... Я тут все наобиваю. Подожди, у тебя конкретное усмотрение побежали? Ну, возможно. Ну, не думаю, будет, друзья. А, ну, одно из. Да. Пропиши в самом... Не здесь, по-моему, а пропиши здесь банк-код. Нажимаю, выводится там контент, и здесь зеленый. Ну, то есть нажимаю, а этот... Вводится, типа, даже так... Да, я сейчас с вами сейчас делал. Залет она? Не, ничего. Залей, пожалуйста. Я сейчас посмотрю. Так, ну, я не работаю еще. Не работаю, я меня еще. Не, не, если мы здесь меняем что-то, мы можем... Да, давай посмотрим. Залей, ну, я не работаю. Продолжение следует... 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 Видите, даже если темный фон, если даже если белый фон, а Моба водится. Ну, как бы читаем читаемость остается. Хорошая. Да. Спасибо. Общими усилиями мы это сделали. Так, что здесь еще интересного было? Вот эту икону черточку все сделали? Здесь я не видел. А? Нет, я не видел ее. Ты ее не видел? Очень не видел. Теперь видишь? Видишь? Смотрите, есть такие еще элементы. К примеру, бывает от зависимости от того, как у вас экран. И в дизайне могут быть такая кили-кили, там серенькая, как Бриня, и так далее. Я не помню, рассказывал вам в случае или нет. Одни ребята с одной киевской конторы рассказывали историю. У них был сайт, и он был сделан такой в светлых тонах, и там было много вот таких вот линий, каких-то элементов. Там он был белый, серый, и слегка желтый. Они, получается, делают, в них все красиво, четенько. Ну, если честно, когда адекватно хорошо сделано, это очень здорово. Оно не сильно яркие цвета, не яркие, и оно хорошо разделяется к нему визуально. Они, получается, сделали в таком стиле весь сайт, и заказчики им просто напишутся, говорят, нет, фигня, короче, все не нравится, все плохо, все это. Они раз переделают, два переделают, три переделают. Я думаю, что за фигня, короче, она все отлично, все это, заказчик только попался, все это. Ну, не, короче, там, как-то у них, а все же работали удаленно. Ну, и, как-то получилось, что они там реально встретили всю заказчика в офисе, приходят к нему на компьютер, открывают, у него, на крайнем, тупо все белое. Ну, получается, у него просто монитор не откалиброван, или как-то там откалиброван немного по-кривому, и, соответственно, у него весь сайт этот, ну, просто вот эти вот цвета не просматривают. Как вот, Женя, у тебя было, да? Да, да. Вот, и все, как бы, ты к клиентам не поспоришь, это с чего любимый компьютер, он там, с ним, там, пять лет работает уже, и все, как-то. Такие моменты тоже бывают, ну, это, как бы, один из случаев интереса, но он, как бы, был, про это какая-то была. Получается, и вывод этого чувачка, он сказал, что лучше проверять сайт не на откалиброванном мониторе, который, там, бывает, знаете, сегодня с фотоографом, или они, там, калибруют его, там, под эти, там, под описание штучечки, там, все-таки получается. А вот, а у меня, получается, дома старенький мой Samsung 20-дюймовый, он, получается, белый цветок показывает, как желтый. Вот, ну, он такой, как бы, не совсем, и, получается, я смотрю, бывает, смотрю на одном мониторе один цвет, положу на другой, там, третий цвет, а, как бы, на новый, это совсем, как бы, другой цвет. Это, как бы, нормально. И, потому что, снова же, оно бывает менты, поэтому, когда дизайнеры рисуют, они должны такие моменты учитывать, снова же. И будьте внимательны, как сегодня показала практика, внимательны самим кодом и внимательны к деталям самого, самого макета. По несколько раз проверяйте, потому что клиент это заметит. В любом случае, если вы подумаете, да, ну, блин, это несущественно. Клиент это заметит и съест вам мозг по этому поводу. Вот. Серьезно. Тоже был случай, вот, буквально, недавно. Это, как бы, мои друзья, но я вам уже несколько консайтов сделал, но они, так сказать, очень щепетильные. Ну, короче, они такие вот, чтоб не обидеть их, скажем, любят детали. Ну, вот я же не хотел же, что обидеть. Они, конечно, любят детали. Ну, как бы, ничего плохого нет, и люди разные. Получается, видите, вот этот вот, как бы наш. Девочку зовут Аня. Она мне, типа, набирает, говорит, типа, слушай, Леш, у меня, типа, заголовок прыгает. В смысле, прыгает, я же там посмотрел у себя, там, короче, мигает, прыгает. Что за шик, нет, постой, все, в разных браузерах, там, на компьютере, на ноуте, все окей. Я же говорю, типа, ну, давай, там, слава богу, научен, типа, покажи мне свой экран через Skype. Она же показывает, и у нее, получается, у нее, этот, так называется, нетбук, ну, короче, получается, ну, не знаю, там, что-то случилось, и сам Shift, он еле-еле заметно был, он, как будто так, понемногу рендерился. Получается, тут, буквально так, на один пиксель появлялась такая штучка, я сразу этого не заметил. Когда я уже присутствовал, сюда видно было, что он так, как бы, даже не на один пиксель, а на полпикселя так немного, немного, как бы сдвигается. Дрясся, поем. Вот. Я такой, блин, что за фигня, короче, самок никогда такого, как бы, не встречал. Вот. В одном ключе, поглядся, как говорится, поглядся со шифтами, просто у этого заголовка был, прописал Latter spacing, ну, чтобы он, как бы, чуть-чуть меньше был, и, как бы, размер шифта там стал какую-то другую. Я просто поменял размер шифта и убрал Latter spacing. Все, как бы, проблема, как бы, решилась. Таня довольный, я доволен, и все отлично. Поэтому, к примеру, если вам заказчик говорит, мне где-то там пиксель вылез, или там где-то что-то еще, вы не говорите, нет, у меня все нормально, типа, не знаю, у тебя наут плохой, или там, у тебя браузер плохой, или что-то. Нет, подключитесь, посмотрите, решите проблему, и вы обои будете счастливы. И, соответственно, это потратится, намного меньше времени. Ну, если честно, как бы, не знаю, за чего такое даже получилось. Хотя, браузер хром был. Я же говорю, типа, давай проверим в других браузерах. Открыли там Firefox, Internet Explorer, как бы, все нормально, там, не прыгать, все это. А, ладно. Ну, может быть. Потому что могут быть особенности какой-то машины, может быть, то же самое, то же самое браузер, но какой-то момент может случиться. Поэтому, старайтесь найти решение проблем, а не сказать, что, типа, нет, у меня нормально, и все это. То есть, вот, если вам скажут, никогда не говорите, а у меня работает хорошо. Вот, вот эта фраза забудьте просто. Вот, серьезно. Вот, она вот, может, пока, кажется, как бы, невинная, я тоже часто ее использую. Мне сейчас хочется ее использовать. Знаете, когда я сижу там, смотрю, у меня там красивый сайт, все красивенько, тут анимация даже есть. А можно говорить, выкиньте свой. Нет. Получается, вот такие красивенькие там, анимации, все это там. А мне, чувак говорит, ой, слушай, у меня, они по порядку появляются, как-то по-другому. Мне хочется сказать, да блин, у меня же нормально, типа, чувак, нет, у тебя проблемы. Нет. Всегда скажите, окей, хорошо, сейчас давайте посмотрим, подкручивайтесь по Skype, если вы там удаленно работаете, посмотрите, попробуйте в других браузерах и так далее. Ладно, короче, у меня понесло, еще один случай расскажу. если что, записывайте, это же я не просто болтаю, это как бы случай из практики. Когда вы работаете с Google с шрифтами, особенно когда мы будем работать с WordPress и с кастомитивами, у них поддержка этих шрифтов встроена. Вы просто в настройках, давайте вам уже покажу, в настройках выбираете, какой шрифт подключить, и он его, соответственно, подключает. Так, снова WordPress, так. Так, 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 фонс. Вот, получается, здесь идут настройки, мы выбираем какой шрифт, и если Google фонс, если я здесь отключил, потому что она работала некорректно, здесь подключается Google шрифт, я из списка нажимаю сюда, и здесь могу выбрать любой Google шрифт, который как бы есть на Google. Я здесь использовал платную тему, все темы, они рассчитаны, в первую очередь, на английский язык, то есть поддержки русского языка, как бы там они готовы, но нужно это все как бы саму дописывать. И когда они подключают Google шрифт, помните, что там, когда мы подключали шрифты, там можно было выбрать набор символов, то есть кириллица или латиница. То чаще всего эти темы, они подключают только латиницу. К примеру, там просто подключено, вот, выбрана латиница по умолчанию. И снова же у меня такая ситуация с этим же Берлином была. Получается, что там, я смотрю, у меня все отлично, все окей, Таня показывает свой экран, или скриншот не скриншотами скидывает, а у них получаются не такие шрифты, а просто обычный таймс нью рума, ну, короче, с засечкой. Я такой, блин, Таня, шрифт должен быть совсем по-другому. Какая ситуация? Получается, Google Chrome, он видит, что вы подключили к примеру шрифт, я здесь использую шрифт open fan. Он подключался просто без кириллица. Он видит, что здесь шрифт кириллица, и он автоматически его подгружает. Не показывается в шрифте без проблем. А когда вы открываете другие браузеры, Firefox или еще что-то, он, короче, это не подгружает. Поэтому всегда нужно проверять, когда... Давайте сейчас посмотрим, коль шрифт кириллица. Обязательно нужно проверять, когда у нас подключается наш шрифт, чтобы обязательно был сапсет кирилли. Такие моменты будут. Снова же, это можно проверить, когда делаете сайт, даже во время процесса разработки, проверяете у разных браузеров. И у вас, как бы, вы сразу во время этого заметили какие-то моменты. Насчет таких вот штучек, не пугайтесь. Это получается... Знаете, что такое или не знаете, нет? Получается, они все вот эти спецсимволы, которые идут у нас. Давайте посмотрим, как у нас подключаются к гугл шрифты. Давайте здесь выберу кириллицу. Вот, видите, здесь у нас идет плюс, амперсант, ну и там, если мы еще подключаем там разные эти, то здесь добавляются еще дополнительные значения. То, когда вы подключаете через... В любом случае, он просто вот эти символы конвертирует в так называемые HTML сущности, HTML entities, и оно работает. Поэтому, если только увидите, не пугайтесь, оно это как разома. Так. Прошу, я ссылку. Да. Так, что-то меня понесло, да? Немного не в тему. Так, ладно, хорошо. Он тоже респонсер. А что мы говорили вообще с вами? О тени. Так, насчет... Тени понятно, как сделать. Заходите в генератор, выбираете здесь как нужно, с помощью кнопок Reverse, Inverse выбираете направление, с помощью верхней выбираете прозрачность, с помощью нижней выбираете цвет. Я думал, через ориентацию. Через ориентацию. Ну, там ориентацию, фэнтикал, хоризонтал. Не, ну, хоризонтал это, например, вот так вот. А если тебе нужно слева направо или справа налево, получается, мы меняем... Вот так. Так. Что у нас здесь еще интересного? Так, звездочки есть? А, линия. Вот, уже вспомнил. Вот видите, как линия, куда может занести? Такие моменты делать с помощью before и after. Как видите, очень-очень много элементов дизайна сайта делается с помощью этих before и after. Так, это у нас... Так, а что это у меня? Т-тайп аватар. Не-не, подавите, что там... Я смотрю, что у меня что-то в стиле какие-то не такие. Думаю, ладно. Так. Я же испугался. О, мое. Да, здесь уже более знакомое. Так, у меня идет div.avatar и div.itambot. То, что я говорил здесь, beoglid использовать не обязательно. Метод. Мы делаем этот spot left, а для этого блока мы делаем просто margin left на размер этого блока. Что? Ну, в процентах я здесь делал в пикселях. Ну, смотри, получается, когда я про использую мы сейчас поговорим. По сути, даже если мы мы его сделаем, как будто что будет 22 пикселя или нет, у тебя будет просто бегать в пустой пространстве. Например, если бы здесь была картинка какая-то, то все равно лучше ее как бы делать фиксированной, потому что у нас аватар фиксированного размера и нам нет смысла здесь его делать в таком моменте. Вот видите, чем дальше этот, я вам говорил одно, теперь говорю немного другое, потому что есть определенные моменты, когда когда нужно использовать проценты, где не нужно использовать проценты. Так вот, никак не дойдем Катерине. Итак, у нас есть класс D.Avatar. Картинка идет конкретные размеры, заданы бордеры, ну, все как обычно. с помощью Before. С помощью Before я делаю размер, в принципе, ее размер даже, видите, чуть-чуть больше, видите, она идет. Сейчас вот рассказываю, как я добился такого эффекта, что у нас она как бы здесь прерывается. С помощью Before. Position Absolute, высота, размер, цвет, фона, все, как бы позиционирую как мне нужно. Я здесь добавил сверху Padding Top, а получается как раз эта штучка, она мне позиционируется относительно верха этого блока, поэтому мне не нужно там отрицательные значения выбирать или еще что-то. Эффект того, что она как бы так вот прерывается, можно, конечно, поиграться с этими, с конкретным размером, что-то придумать или еще что-то. Она у меня будет в любом случае, даже если меняю размер, видите, она меняется и меняю ее положение. Видите, у нас всегда остается. Как я добился такой эффект? Получается, у меня идет вот эта вот иконка, и видите, вокруг у нас идет наша граница, мы делаем с помощью BoxShadow. Она, получается, закрывает эту штучку и у нас получается такой эффект. Также самое здесь у меня идет наша картинка. Давайте я вам сейчас покажу конкретно код. Наша картинка, она идет с бордером серым и с помощью BoxShadow я делаю как бы вокруг такую штуку и у нас получается такой эффект. То есть не нужно четко выбирать пиксели, чтобы это растение между этим было и так далее. Если вы это сделаете, вы будете крутые. Просто мы делаем штучку, это, смотрите, тут вспоминается момент, когда я интересовался 3D-моделированием, 3D-макса, тогда было очень-очень давно, не знаю, каким-то образом у меня попалась книга, и там было правило, типа, не делайте такой чувак сидел как бы с газеты, получается, видно там черчелку только, и получается поворачивает, когда поворачивает, ну, чувака, по сути, за газеты нет. И там было такое правило, если вы делаете какую-то модель, не делаете ту часть, которая как бы, ну, не видна, а там пользователи. То же самое здесь. Не обязательно сделать, чтобы было один в один. Нам нужно сделать противоположное. Нам нужно сделать так, чтобы визуально оно выглядело так, как у нас сделано в макете. Ну, не в ущерб, конечно, производить длительность и так далее. Все, я сделал линию, вскрыл ее за этими. Ну, и для верности я еще и добавил Z-индекс 0. Ну, чтобы она у нас на самом конце была. Смотрите, да. Здесь у нас идет немного разная разметка. Вы просто меняете саму разметку. Не нужно position relative делать или что-то и так далее. К примеру, здесь у нас, здесь у нас шло описание заголовок звездочки. Здесь у нас идут звездочки, заголовок, комментарии. Все, как бы, не нужно скопировать полностью тот и полностью его как-то там менять с помощью стилей и так далее. Это, по сути, два разных блока. Это у нас идет блок какого-то, к примеру, там, назвали его итем, там, это у нас аренда, это у нас какое-то событие, это какое-то путешествие, еще что-то. А это блоки, как видите, это блоки комментариев к какому-то определенному, ну, здесь, получается, ну, или событию, или к чему-то. Все, поэтому это совсем другая структура, вы просто ее меняете. Я здесь сделал... Сейчас. Я назвал его item review. У меня идет, ну, thumbnail, естественно, само собой тоже поменялось. Я добавил... Подождите, это не то. А, это не то, не то. Вот. Я поменял, как бы, саму структуру. У меня идет аватар, идет item body, здесь добавил рейтинг, здесь добавил заголовок, и здесь добавил сам комментарий. Давайте даже можно сделать... Давайте сделать, ну, как воспользуемся. А, ну да, потому что тут же еще этот дебаггер включен. Петр, аватар. Сам hit, получается, идут сами звездочки, вот так даже точнее. Получается, сам заголовок и сам это. Даже здесь дисклассы переименовал. Это у нас идет автор, а это коммент, потому что это у нас, ну, как бы, сам текст, текст коммент. Все. Так. Что здесь еще интересного? Так, ну, кнопка тут ничего такого. Так, к сожалению, вот эти блоки я чуть не успел сделать. Давайте посмотрим на примере Миши. Так. Какие у вас еще были вопросы? Сорг делать это кое-как. О, вы кое-как. Берешь, фоткаешь палец иставляешь. Я оставлял картинку, я даже нашел пример, но... Как-то старые пишут, что это неправильно. А, оно работает? Нет. У меня работает. Ну, смотрите, если честно, вот здесь вот, я предполагаю, что это нам не нужно поменять курсоры на такую штуку. А здесь показывают, что это джин-эмога, что это хаур при наведении. Ну, я делал хаур там тоже. Не, я имею в виду, что здесь курсор не нужно менять. Именно этот курсор показывает, что, типа, вот это состояние при наведении. То есть, это, ну, это нужно уточнять у дизайнера. Поэтому мы можем думать о том. У меня вот эта штука проявляется просто в голове технического поведения. Да, он не прав. Нужно разъяснить вам, что он не прав. Нет, вы не спешите кому-то говорить, что он не прав. Это, понимаете, даже в любом общении, в любом психологии. Нет, я понял. А, смотри, здесь нет. Эта штука как бы не является элементом дизайна. Это, ну, по логике, ну, я так думаю. Ну, она является, нужно узнать о дизайна. А вот. Но чаще всего показываются... Давайте посмотрим. В самом фотошопе, кажется, здесь ничего не описано. Да, здесь просто иконка и так далее. Обычно идут... Идет отдельно папочка с названием, например, там, Hover. Да, было понятно. Ну, а здесь я догадался, что, типа, они показывают, что ты на людей. Можно, конечно, попробовать поменять курсор. Как это делается? Это у нас... Сам BNEO, мне кажется. Так, 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 так. Там просто в курсор ты прописываешь URL и все. Ну, давайте сейчас посмотрим. Что у меня здесь? Давайте фариконку вставлю, не знаю. Логотип давайте. Я как-то скидывал этот. Вот, давайте посмотрим. Что у меня здесь работает? Это, по идее, вставка не находит, но на 3-5. Я просто отоплюсь к углу, когда ты боялся. Ну, здесь... Подождите, как я здесь написал? Давайте на первом газете. Гитхат тебе пишет? Классно. Я сливал, значит, в курсор, он мне написал, что пишет. Так, ну, он у меня что-то не хочет. А, подождите, тут нужно... А, и конровидио, и конровидио, никуда. Да, странно работает почему-то. Давайте посмотрим, почему она у нас... Нужно разобраться. Давайте мы проверим для какого-то конкретного другого элемента. Что вообще такое смешного? Если смешного, что-то делитесь со всем, ребят. Ну, так же, что это... Так нечестно. Так. Ваша? Девечья? Здравствуйте. Девочка, по имени Женя. Не в обиду, Женя. Так, давайте сделаем так. Так, я на прерывочке посмотрю тогда. Так, с курсором разобрались. Так, дальше, что у нас... Что-то... Я сливал GitHub на... Не, наоборот, DoHood на GitHub. Что? Вместо того, чтобы залить, он мне присылал письмо. Но оно, типа, скинулось. DoHood в GitHub? Да, как-то так. DoHood. DoHood. Пора бы присылать просто этот... Пересылать смр. Так, еще вопросы. Продолжение следует... Да, в общем, как говорит Артем, через background-color и просто выставляешь RGBA. Сейчас, смотрите, что не могу найти эту кнопку. Так, 569, да. Так, смотри, я здесь сделал background-con, можно написать, то есть мы ставим F и здесь сделаем просто прозрачность, ставим ее там, ну не знаю, там, ну 6%. Ну, соответственно, нужно поиграться, чтобы там был такой эффект. И все. Если вам нужно поменять разницу между... Опасити меняет прозрачность всего элемента, которым вы добавляете, включая все его дочерни, то есть тексты, картинки внутри и так далее. Если вам нужно поменять просто фон, вы используете RGBA. И, по сути, если вы используете PHPStorm, здесь можете использовать любой цвет, с помощью этого ползунка меняете прозрачность. А в Photoshop это по-другому название? Опасити идет? Там... Что? Ну, здесь идет это opacity или идет? Да. Опасити, да. Ну, здесь как? Снова же, я вам рассказывал разницу между opacity и fill. Если мы opacity, то у нас меняется... Ребят! У нас срок еще идет, подождите. Опасити идет, у нас меняется прозрачность всего элемента со всеми эффектами. А fill меняется только заливка. Ну, например, делаем какой-то здесь... Давай возьмем вот этот вот... Видишь, здесь у нас есть... Если я меняю fill, то видишь, меняется только как бы заливка. А если я меняю opacity, то меняется вместе с этим. То есть как бы разница между этим. Так, 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 так. Так, с этими разобрались. Кусформер посмотрю. Так, и у нас остались еще вот эти вот... Вот эти вот иконки, да? Ага. Так, мы что здесь вообще, короче, сделали еще этими... Кликабельными, ну, короче, круто. Ну, смотрите, здесь... Вот здесь вот элемент спорный. Непонятно, нужно его делать кликабельными или нет. Снова же, если указывать возможность здесь... При клике на какой-то из этих здесь идет какой-то слайдер или еще что-то. Ну, снова же, к каким элементам нужно включать дизайнеры? Если, снова же, у вас там нет, вы просто делаете иконками и не заморачивайтесь. Если у вас есть время и желание, можете добавить, естественно, разный эффект. Миша, ты использовал спрайт и использовал? Да, ну, я сделал, короче, вырезал, потом делал спрайт. Понял, что такое спрайт? Ну, по сути, да. Если, к примеру, давайте посмотрим, как это можно сделать. Вот, у нас есть... Здесь color overlay идет. Вы просто берете и меняете. Что, слишком мелкая, что ли? Магия. 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 Если, короче, поменялась. Это магия. Ну, да. Поменял, потом дели заставил. Сколько это начали? Ну, вообще-то... Ну, смотрите, это... Я их час попытался в центре подвинуть. Ребят, смотрите, не, Миша, молодец, что ты их сделал. Это здорово. Потому что когда ты сделал, как бы, ты знаешь, ребята не знают, и они будут лениться, как я буду сделать. Молодец. Получаются такие моменты. Вам будут приходиться что-то делать с вами в фотошопе. Поэтому нужно вам тренироваться делать в фотошопе. К примеру, как здесь, да, поменять цвет. Но можно это сделать снова же проще. А еще немного проще. Вот такие иконки, если они сделаны в макете как векторные... Мы сейчас проверим. Но они не векторные. Не, они векторные. Не, если ты здесь увеличишь, пиксель будет видно даже в векторном объекте. А мы сейчас... А, они сделаны как векторные. Так, вот. Вот наша иконка, да? Да. Видим, да? Я вам... Будет отдельно у нас тема про СВГ. Снова же. Вы просто эти иконки вставляете в СВГ. И все. И при наведении вы меняете их цвет. Вам не нужно ни вырезать, ни делать ничего. Просто вы нанхавер делаете, иконка станет зеленая. Все. Оно получается проще. И у вас будет меньше картина, и будет все работать. В коде так и писать, иконка станет зеленая. Ха-ха-ха. Пожалуйста, ну стань зелененькой. Ну, выходит уже. Да, да. Так. Что по этими иконкам еще не понятно. Макс, у тебя не получилось сравнить их по центру, да? Да нет. Хорошо. Да, если что, целый час разится, я думаю. Нет. Так, давай пошел. Я просто не успел этот блок сделать. Так. То есть, ты сделал его онлайн-блоком, да? Угу. Ну, смотри, тебе здесь нужно было еще сделать сам лейбл онлайн-блоком. Потому что у тебя как бы сами иконки. А вот эти линии как сделал? А подскажи, я что-то не вижу. Ну, я не вижу здесь в коде. Наведи меня, например. И в самом, и для спрайна. Я их задал практически, да? Так, подожди, а что-то здесь так... Зачем ты так здесь? И, спэн... А, спэн это типа... Контейнер, да. Все, для спрайта, я понял, что это на... В принципе... Ну, да, окей. Так, стой, подожди, не вижу, не вижу, не вижу. Вот это, да? Нет. Ага, практически абсолютно. Вау, смотри. Вот это пример, как мне нужно делать. А я люблю такие... Я люблю такие моменты, простите. Снова же, когда сейчас будем делать рассмотрим, ну, не знаю, успевлем мы сегодня до тела этого блока. Ты здесь четко выбрал... Учащий выбрал положение, там, 50 ипрок, 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 50 ипрок. Положение минус 60 ипрок и спрессировал вот эти вот линии. Можно сделать, было чуть попроще. Ты просто берешь, делаешь одну такую длинную линию. Я понял. А потом просто border shadow... Да. Или блок shadow и... Получается, можно сделать... А так, получается, у тебя раз, два, три, четыре линии, да, получается? Можно сделать так. А потом, когда у нас будет респонд, у нас будет, получается, они перевернутся вот так вот станут и пойдут как бы ровно. Я вам, кажется, показываю, да, пример с инфографикой, помните, тоже там с линиями и так далее. Ну, в принципе, похожий пример. Ну, а так здорово. У кого еще вопросы такие? Ну, до футера мы не нашли, не дашь. Молодец. Так, все, вопросов пока нету. Давайте перерывчик и продолжим. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, хорошо, давайте продолжим наше занятие. Только что попробовал, действительно странно, почему не срабатывает курсор. И это довольно странно. Курсор URL есть. Нужно посмотреть, потому что, по-моему, здесь работает, видите? Хотя правило то же самое, видите, URL-инейдж-опен-поинтер. Так, а если вот так попробовать? Попробовать. О, работает. Не, поинтер, если я прописываю, именно не работает. И работает ПНГ. В принципе, не должно. Нужно посмотреть. Честно, может, есть какие-то ограничения. Давайте пробуем filter-end. Да, это, видимо, за размеры отображения. Сейчас, 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 сейчас. Если не ошибаюсь, кажется, здесь он должен быть квадратным, наверное, на это разрешение. Давайте мы сейчас проверим еще какой-то, какие у нас здесь есть картинки. Нет, так работает. Честно, я еще даже не смотрел. Ладно, в общем, сделаем так. Если хотите вставить курсор, вставляйте его через... Чтобы он был квадратным. И все. А вы ждали долгую лекцию. Но смотрите, снаружи эти курсоры, я не люблю такие моменты, когда они используются. Если возьмем тот же самый сайт... Здесь в теме тоже использовался этот курсор. Хотя все-таки за стандартные какие-то там, которые стандартно поддерживаются этим. Вот, видите, тоже как бы меняется наш курсор. Ну, естественно, его можно оттягивать. И просто, видите, получается, я выхожу за размер самого элемента, а у меня уже все остается, а немного так вводит заблуждение. Так, 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 так. Ну, снова же, если есть такая задача, то это. Так, хорошо, с этими разобрались. Отличный макет, очень-очень интересный. В принципе, нет ничего такого замороченного, но интересны вот эти вот такие вот штуки. Как их можно сделать? Вариантов несколько. Можно сделать его с помощью бордера. Помните, как мы с помощью бордера делали вот такие вот означения. Снова же, чтобы сделать с помощью бордера, нужно подключать JavaScript, чтобы у нас менялась размер этого бордера. Потом, можно сделать, снова же, через SVG. Вы просто делаете вот такой вот подругольничек. А через трансформер. Да, и можно сделать через трансформер. Так, давайте мы попробуем, может, получится в нашем этом сделать. Ну, давайте попробуем сюда поиграться. Ну, помните, в SKU какие-то значения. В общем, можно такое сделать с помощью трансформеров SKU. Получается, мы смещаем наш блок, но нужно еще сместить сам контент. Давайте мы сейчас... А, он в градусах идет. Как я мог такое забыть? Так, смотрите, мы делаем... Да, слишком много. Ну, давайте мы сделаем... Мы сместили, видите, у нас получилось так. И потом, чтобы сместить его обратно, мы делаем... А это было SKU Y, да? Да. Ну, нужно... Вот. Как мы делаем? Мы берем какой-то... Какой-то дил. Ну, нужно добавить сверху и снизу пейдинги, чтобы это... Вы берете верхний, смещаете его так, с помощью SKU, получаете вот такой вот эффект. А внутренний контент, обратным скручиванием, возвращаете его на... И у вас получается такой эффект. А можно как-то перезагрузить на сверху? Сверху где? Ну, чтобы он был не так, линия, чтобы там, где верхний край, его слева. Ну, смотри, здесь... Так, у нас вот этот вот... Ну, давай мы добавим... Записывай. Да, записывай, записывай. Созвуком. Ля-ля-ля. Ничего себе. Так. Ну, короче, здесь можно сделать с помощью этого. В принципе, вы можете сделать... Берете просто какой-то контейнер, сюда вставляете два каких-то дива, или сможете уже там before и after. Короче, сделать это подключивание и поможете везде. А то есть можно сделать через автор подложку, чтобы она только снизу вылаживает. Угу. А мы же его просто... Третий, двойнейший, нам снизу. Не, ну, смотрите, смотря, что здесь нужно сделать. Если у нас здесь посмотрите, у нас здесь идет вот здесь вот скручивание. И вот здесь вот скручивание. Получаете, видите, здесь оно только немного... как бы немного разное. Получается, там можно только сверху сделать. У нас просто... Это у нас, например, там, планка, что это там. Просто белый. А здесь у нас там before у нас включивается сюда, а after скручивается сюда. И, естественно, она работает. Ну, и там с помощью панинга сделать... А получается, на обычных разборах, которые не поддерживают, буду просто обычной ровной линией. И, получается, у нас будет срабатывать graceful degradation. Кстати, пробовали progressive enhancement на HTML академии? Там ровно. Да, да! Вы знаете, что я там могу зайти посмотреть. У вас же... У меня же... Наверное, бесплатные. Да, я вам дал платные задания, чтобы вы заплатили... Так, да, да. А, кстати, да, там же можно рефералку сделать. Так, да, точно. Ага, сам ничего не... Конечно. Отдругляешься. Знаете, я вспомнился случай со школы, когда была физкультура, и никто не хотел прыгать через козла или через коня, или что-то такое. И мы такие всегда... Ой, а вы не прыгнете! Типа, прыгните или этот? Ну, знаете, там, учитель или там, тренер или... А он прыгнул, или что-то, он прыгнул. Да, да, да. Так что... Так, подождите, где же этот... В общем, когда мы просматривали... Прогрессив хаос. Когда мы просматривали эту тему, я вам говорил, пройти. Ты не давал слов. А, окей. Я ее... Ну, классно. Я насмотрел, как она... Всем пройти, вот вам ссылка. Так это знак для рамки, это туториал. Что? Это туториал. Просто прокладывал, прочитал, и все. Нет, здесь нужно сделать. Нет, ты вперед в классе, что она сама делает. Для тебя. Это туториал. Стоп, подожди. Смотри, сверху написано. Тут туториал. Не ломается. Сверху, ну... Ну, я понял. Тут туториал. Можешь еще пора рассказать? Ну, короче, все равно мы не читали. Я не читал. Я не читал. Так вот. Это когда мы рассматривали кроссбраузеры, я сам рассказывал, что если мы делаем от простого к сложному, мы делаем простая форма, она работает везде, и потом добавляем разные функции. В данном случае идет обратный. Мы делаем типа красиво, но в старых браузерах оно тоже работает, оно будет ровно и будет... В общем, будет ровно. Так, что у нас здесь еще интересно в этом, Акете, есть? Это просто надпись. А видите, здесь, если вам видно, здесь это просто идет обычная картинка, то есть оно не... Ну, ее можно сделать и... Нет, SVG ты его не сделаешь. Хорошо, как ты сделаешь SVG? Здесь интересная программа. Берешь свою, сохраняешь как-то NG, туда открываешь BNG-шный, наливаешь электронный, сохраняешь SVG. Еще раз, как заливаешь растровое, а получаешь векторное? Да, там получается сверху, главное, чтобы не было заднего окон. Да, правильно. Смотрите, можно несложные... Можно несложные какие-то фигуры сделать SVG. Это так называется трассировка изображения. Вы, к примеру, заливаете... Берете растровое изображение, вставляете его в программу векторное изображение. Даша использует Inkscape, а я использую в странах. Получается, вы вставляете это изображение и... Ну, не пробовал, честно. Я его не знаю, не вставляю. И когда, соответственно, вы берете обычное растровое изображение, делаете его трассировку, и у вас получается векторное изображение. Сно же, если оно не сильно сложное, то оно получается и хорошего разрешения. Получается как раз тот контур, который у нас есть в изображении. Поэтому можно сделать. Но если здесь сделано картинками, вставляйте картинками. Кстати, тоже ее можно сделать SVG. Короче, я думаю, наверное, как вернусь, мы с вами поговорим по SVG, потому что здесь много интересных моментов и будем делать. Просто получается... Я вспомнился, что Леня Галдорингу у нас каверитарей. Ну, конечно же... Каждый ангар, каждый... Нет, текст можно вывернуть, здесь специальный выборать. Да, но... Разве что сделать горизонтальную линию с правым вот этим бордером небольшим, а по центру поставить нарисованный треугольник залитый белым цветом. Короче, снова же, решений несколько. Давайте посмотрим. Получается, у нас идет... Так, у нас, получается, идет такая картинка среднего люля. Да, можем просто взять какой-то такой отдельный блок. У нас идет нижняя линия и мягкая линия. Можно сделать это. Я бы делал бы сейчас, вообще делал бы его SVG. Вот эту штучку делаю SVG, вставляю его как форми, все, не парит. И, соответственно, она будет работать. Ну, на старых браузерах... А на старых браузерах будет просто, как бы, такая линия. Все. Если делать картинкой, чтобы работала вообще везде, вы просто делаете вот это вот... Ну, просто будет нижняя линия, правая линия, как говорит Женя. А эту штучку вырезаете картинкой, вставляете, все. Это, короче, чем тебе заморачивать. Ну, снова же, на лифи на дисплейх она будет у вас... Я не знаю, можно ли здесь его сделать, как мы делали вот через бордер такие, потому что у нас здесь идет... А, в принципе, можно. Можно сделать... Смотрите, такие штуки можно еще делать с помощью трансформации. Снова же, если вам нужно сделать треугольник, мы делали с вами треугольник с помощью... Ну, к примеру, какой треугольник. Ну, вы поняли, есть и комментарий такой треугольничек. Мы делали с помощью бордера. Мы писали там бордер, и оно такое получается. А вы можете просто сделать див и его повернуть. И будет у вас тот же самый треугольник. Да, так же самое вы можете сделать какой-то элемент. Вот. И, короче, трансформировать его до такого вида. А по сути, этот нижний треугольник такой же, как у нас на центральной линии справа, а тут что, кто-то с Киеви велико сделан? Ну как, здесь, может, угол чуть-чуть другой идет, и все. Ну, проще треугольник сам нарисовать, его повернуть. Ну, как рисует не SVG, а графика, есть обычно, рисует в CSS всякие пиворки, вот там, карты, вот эти, вот треугольник, там же он просто, ну, какой-то блок, и по блоку. Да, я же об этом и говорю, делайте просто блок с белым фоном и с таким цветом, и просто поворачивайте его, и все. Отлично, в общем, вы меня сегодня радуете даже очень. Еще очень классно в дизайне справа такие мюшки, у каждого свой цвет, ну, в розу, у каждого. А, в смысле, этот, да, кстати, вот это отличный, вот это пример хорошего, как бы, хорошего макета, что дизайн не поленился, он отделил их отдельно блоки, еще даже разноцветные сделал, и вообще-то смотришь, радуешься, и... Да, 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 так что здорово. Знаете, наверное, все-таки этот макетик будет вам домой. Он, в принципе, не сильно сложный, но как раз потренируетесь с этим искью. В общем, я еще подумаю. Там еще какое-то черное солнце. Черное солнце, да. Это черная дыра. Это из фильма Зону. Да, туда сейчас. Так, а что сейчас еще посмотрим, какие здесь интересные еще были макеты. Ну, они не такие интересные. Так, хорошо, вернемся к этому. Так, вспоминаем. Мы вообще говорим про респонсов, да, сегодня у нас такой винегрет получился. Ну, надеюсь, не сильно хорошо у вас получилось в Голайе. Медиа-запросы и так далее. Помните, да? Как их делать, мы потренировались, как они работают. Теперь, соответственно, это нужно все применить на реальных примерах. Ну, соответственно, на нашем духотеке. Итак. Помните, я вам показывал сайт, когда мы меняем размер юпорта, у нас меняются состояния нашего сайта. Получается, вот эти точки, в каких они меняются, так называемые точки разлива, breakpoint. Получается, мы выбираем определенные точки, и в каких-то точках мы меняем для нашего сайта. По сути, эти точки вы можете выбрать сами. Как мы в том макете выбрали, у нас там была 1001 и так далее. Вы можете написать хоть тысячу этих точек и через каждые 10 пикселей делать новый сайт. Можно сделать так, но это нерационально. Поэтому, чаще всего выбираются определенные точки, после которых мы меняем состояние нашего сайта. Я выбрал следующие точки. У нас идут breakpoint 480 мол. Это, соответственно, мобильные телефоны. Если у нас идут medium, это у нас, получается, планшеты. Это планшеты чуть побольше. И большие экраны. Ну, или получается разрешение помощи. Почему я выбрал такие точки? Я работаю с фреймворком UIKit, и у него эти точки выбраны. Мне не нравится, как они работают и так далее. К примеру, если говорить про фреймворки другие, есть Bootstrap и Foundation, самые популярные. У них свои точки разрыва. И сетка у них работает чуть-чуть по-другому. Я буду рассказывать на примере, как я работаю и как мы сделаем наш файлик-плей-аут. Мы немного доделаем и допишем эти точки и будем применять его на практике. Здесь вот есть хорошая статейка. Почитайте. Как именно выбрать breakpoint? К примеру, если помните, сайт Smashing Magazine я вам показывал. К примеру, у него идет вообще 320 пикселей, потом идет на 500 пикселей. Он так выглядит, 610 пикселей вот так выглядит, 650 там еще что-то добавляется, 800 еще, 1020 еще, 1220 еще и короче еще больше даже. Ну видите, получается у них сайт именно рассчитан под все возможные экраны и так далее. Получается, это пример, где рационально используются пустые методы. Потом же, к примеру, если мы возьмем тот же самый наш доход, давайте вернем в нормальное состояние. Вот, если мы, получается, у нас откроется на большом экране, ну типа вот как-то вот так вот. Видите, у нас здесь получается пустое место. В принципе, здесь можно сделать его вообще, как бы все колонки разместить вот так вот. Ну, слушай, это нужно смотреть, дизайнерам говорить, что он скажет и так далее. Мы будем рассматривать не на большие, а будем рассматривать на экраны поменьше. Один из примеров, это примерчик из отборочного тура, позапрошлого года, кажется, соревнования веб-челлендж, где я участвовал. Вот, здесь задание довольно простое, я здесь сделал одну, как бы, точку разрыва, получается, если мы идем чуть-чуть меньше, у нас становится две колонки. Получается, у нас здесь было, считай, по две колонки, если становится чуть меньше, становится одна колонка. По сути, как бы я сильно не заморачивался, я здесь сделал просто, и вид у нас получается довольно неплохой. Давайте посмотрим, какой я здесь добавил. получается я добавил одну точку разрыва получается у меня идет на больших экранах и на экранах поменьше даже если мы открываем на планшетах у которых расширение идет то у нас она выводится все все в одну строку принципе добавлять мы его добавлять в layout руками сейчас ничего не будем чтобы экономить время вы просто скачайте из вот отсюда вот здесь кусок и так я здесь написал получается мы сейчас редактируем наш лаял css для того чтобы мы могли использовать эти классы для построения респонсов дизайна и строить красивый сайт мы здесь просто в комментариях я писал конкретные буквально получается 480 768 906 как здесь работают все нам знакомые be with только видите здесь дописал определенные префикс если дописал определенных смол как он работает смотрите я здесь использую метод получается от меньшего от меньшего больше а если я напишу сидим на сетка осталось берем двухколоночный макет мы просто писали бейвис 1 2 1 2 у нас на всех экранах получается будет 2 колонки если я пишу к миру там бейвис 1 2 1 2 это же самое то у меня получается 2 колонки будет на всех экранах которые больше разрешения 480 пикс то есть на маленьких экранах у меня будет это правило срабатывать не будет и у нас будет одна колонка сейчас я расскажу потом покажу например ну это же самое с другими какими-то моментами потом я дописываю классы бейвис с суффиксом медиум получается у нас две колонки будет срабатывать только для планшета и соответственно то есть минимально от планшета и экрана которые побольше если напишу класс бейвис то есть мы видим 1 2 если потом дальше так это снова же это large то есть уже для экранов больших то есть включаться планшета с разрешением выше 960 пикселей и экраны класс large и для очень больших экранов я написал те же самые как бы классы нашей сетки это как бы в катере как она как она работает сейчас на примере так где же это сетка чтобы я на нечислом раз на этом примере и показал есть наша сетка ужасно итак у нас есть давайте наверное закомментирую чтобы она вас глаза вам не лезала да хорошо мы имеем у нас идут давайте мы вернем сейчас все закрою что так мы имеем самые обычные смотрим сейчас на вот эту строку четырех колоночный макет у нас четыре колонки сейчас если мы меняем разрешение у нас всегда остаются четыре колонки давайте наверно верхнем тоже закомментирую чтобы нас не отвлекало у нас есть четыре колонки мы двигаем у нас всегда получается колонки потому что мы написали для них наш стандартный классе 2 и вис 1 4 срабатывает наш наш лояло то и срабатывают наши вот эти обычные так срабатывает наш обычный вот этот класс то есть ширина идет 25 процентов правильно смотрите к меру я хочу если я хочу сделать чтобы на больших экранах ну как на больших экранах у меня было 4 колонки на экранах чуть поменьше меня было в две колонки а стала ну и на экранах совсем маленьких она стала в одну колонку я здесь использую вот эти вот стили которые здесь дописал вот эти я вместо классов просто be with 1 4 так далее я прописываю классы с той шириной для экранов которые хочу чтобы такого делать я хочу чтобы водилось для больших экранов выводились в 4 колонки я здесь записываю парч написал сохранил видите меня для больших экранов идет 4 колонки если стало чуть чуть меньше там у нас варч идет давайте сделано да 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 потому что из-за того что ну не на всех получается если ты крош на телефоне с разрешениями 480 получается из-за того что мы пойдем с конца вот я использовал варч получается она используется для всех экранах на которых идет разрешение больше 960 пикселей у нас всегда будет 4 колонки потому что я использовал класс be with 1 4 и как видите у нас это у нас это работает сейчас как только я дойду видите 100 только стала 959 сразу стала стала сразу в одну колонку они стали хорошо теперь я хочу чтобы на экранах чуть поменьше меньше 960 пикселей у меня она стала в 2 колонки было по 2 колонки как это делаю я сюда дописываю еще дополнительные классы я вставляю be with только уже пишу не ларчка пишу медиум и вставляю и я уже пишу не 1 4 а к миру 1 2 давайте мы вернем наш нормально так обновляем у нас остается 4 когда я стали меньше опа стала по 2 колонки ну и если что между ними отступы давайте наверное сделаем добавлю чтобы красава вам было Получается, у нас стало вековым. Если я уменьшаю, уменьшаю, уменьшаю. Помните, мы использовали ключевое слово medium. Для medium мы прописали стили, которые идут 768. То есть, получается, если я будет меньше 768, стало вековым. Круто! Так, дальше. В принципе, можем сделать... Ну, и получается, у нас идут меньше. К примеру, если я хочу сделать, чтобы у нас колонки становились в две колонки, продолжалось до маленьких экранов, до еще меньших экранов, я просто заместо здесь medium могу просто написать small. То есть, получается, мы можем комбинировать. Получается, вы видите, у нас уже, когда мы проходим 768, у нас остаются две колонки. Но если мы доходим до мобильных, у нас становится одна колонка. То есть, по сути, вот эти вот классы можем комбинировать. К примеру, мы можем сделать, чтобы для... Для больших экранов нам нужно, чтобы было там две колонки, а для маленьких экранов, чтобы было в четыре колонки. Можно даже сделать вот так. В общем, мы можем комбинировать... Видите, у нас получается идут по две колонки, а если экран делаем чуть-чуть меньше, стало четыре колонки. То есть, делаем еще меньше, ставится... То есть, по сути, комбинируя вот эти вот классы, мы можем строить нашу сетку. Я как-то так делаю, как на фундейшн. Да. Ну, фундейшн, она, в принципе, похожая. Тоже похожая система. Да, у них похожая система, но я использую такую, мне нравится, мне проще. Если... Когда будем говорить по фреймворке, там посмотрите, выберите, какой будет мне нужно. Как здесь, проще говоря, его можно посмотреть. Когда вы читаете, когда мы пишем? У нас есть четыре колонки. Мы хотим... Точнее, у нас есть колонки. Мы хотим, чтобы для больших экранов колонки было четыре. То есть, получается, когда вы выставите макет, вы сразу уже думаете, как он будет выглядеть на разных устройствах. Снова же, к примеру, если... Возьмем же наш духут. Можно здесь открыть. Итак, у нас идут... Пусть это четыре колонки. Мы хотим, чтобы на больших экранах у нас было четыре колонки. И мы пишем для каждого из блока VA with large, одна четвертая. Где-где большая? Да, там тоже самое с тобой. Сейчас, например, мы это посмотрим, и вы увидите. Вот. Потом, ага, если вам нужно, например, на маленьких экранах, вам нужно две колонки. Вы пишите Bits, 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 Medium, Понятно, например, как это работает? Сейчас мы сделаем это на практике. Зайдите по ссылочке, что я вам скинул, и скачайте вот этот вот кусок кода, который идет от бэкпоинта. Ну, как бы до конца. Тут, получается, заготовки. И, как видите, здесь прописаны только одна вторая, одна третья, одна четвертая, одна пятая. Но вы помните, когда вы прописали сетки, вы прописывали, у нас было две третьих, две пятых и так далее. Вам задание написать сюда же, с такими вот классами, и так далее, вот этот куски файла, подописывали то же самое, что было там, x-less-watch, две третьих, чтобы ширина была там 666 и так далее. То есть сетку закончить до нужного вида. Итак, это нужно вам скопировать в layout ваш стартер CSS и в layout в dhud. Мы сейчас будем это делать. Ну, и после того, как вы скопировали, залить это все, соответственно, на гиппад, чтобы ваша заготовка была готова. Так, я тоже здесь взял и скопировал. И вот мы доходим к... Мы доходим к этому моменту. Получается, у нас есть сайт, который обычный. Ну, наш dhud мы сделали, он не респонсивый и так далее. И мы любой обычный сайт, мы можем превратить его в респонсивый, просто дописать парочку стиль. Вот, без проблем. То есть не нужно никаких дополнительных скептов, подключателей, еще что-то и так далее. Ну, не считая вот этих, которые мы уже подключили, чтобы работали с теми пятого, и медиазапроса. Ну, здесь материалочки. Так, ну что, побежали? Куда? Куда-нибудь. Но, перед тем, когда мы сейчас будем... Да, стали, вы знались. Перед тем, когда мы будем сейчас использовать вот эти вот классы, нам нужно сделать еще парочку... Не парочку, точнее, еще парочку манипуляций. Как мы помним, у нас идет... Для нашего доход... Вот, не закрою, закрою. У нас для BA-контейнер идет конкретная ширина. Видите, мы задали ему ширину 1200 пикселей. И у нас, в принципе, только там задано. И мы писали для body, писали минимальную ширину. Нам теперь от вот этих вот правил нужно избравиться и чуть-чуть их переделать. По сути, мы фиксируем наш... Нам вот это правило уже не нужно. Где-то в body она у нас... Body, body, body. Вот это правило нам уже не нужно, потому что у нас оно будет использоваться. Нам не нужно, чтобы она осталась на какую-то конкретную ширину. И для нашего контейнера мы задаем не ширину, а максимальную ширину. То есть, получается, если на экранах побольше, мы его фиксируем. Если экраны будут поменьше, оно будет 100% и будет его... Это первое, что нужно нам сделать. Есть, да? Давайте посмотрим, что у нас... Что у нас произошло. Стало, да, стало немного грустенько. Видите, у нас как бы наши колонки уменьшаются, короче, расправляются как албаса и, в общем, печаль. Да, почти респонси. Вроде и работает? Да, вроде да. Так, хорошо. Смотрите, пойдем сверху вниз. У нас, в принципе, время есть. Я думаю, мы сейчас быстренько это все сделаем. Первым делом, что бросается в глаза, это вылазит наше меню. Видите, короче, получается такая печалька и так далее. Начнем с него. Сейчас мы его просто скроем, а на следующем занятии мы поиграемся с меню и сделаем его более правильной респонсией. Итак, давайте, наверное, все-таки сделаем весь экран и сделаем вот так вот, чтобы это... О, отлично. Как раз наше меню срабатывает на этом... Так, перед тем, как перейти к использованию и менять нашу сетку, мы давайте сейчас допишем определенные стили. Смотрите, теперь мы будем дописывать стили для респонси. Как это делать? По-разному. Я люблю дописывать в файлик style.css стили отдельно, которые для респонси ведут, и то непосредственно под элементом, который используется. Некоторые ребята любят выносить отдельно файл в css и там дописывать стили. Давайте мы сейчас вносим в отдельно файл, чтобы было понятно, чтобы мы с этими стилями не путались. Итак, давайте... Нам нужно создать в папочке style.css еще один файл. Назовем его... Как мы его назовем? Просто... да, ну да, респонси. Ну, называют медиа, называют респонси и так далее. Давайте мы назовем респонси, чтобы было более понятно, что такое респонси. И, соответственно, не забываем его подключить в наш... индекс html. И подключать его непосредственно после style.css, потому что на style.css идут основные стили, а нам нужно его, ну, естественно, подключить... Как это? Которые будут некоторые стили переопределять. Здесь, да? У нас фалик пустой, но мы давайте сюда добавим заготовочку. Так как отсюда мы... У нас есть уже определенные брейкпоинты, мы скопируем сюда. Кто он тут? Враги к нам идут. А это свой. Да, да, да. Да? Да, да, да. Что-то не выйдем. Итак, смотрите, что я сделал. Я все-таки сюда комментарий раскинул, чтобы было понятно. Видите, здесь написано для ширины больше 480 пикселей, 768 и так далее. Я здесь сделал несколько заготовочек. Вы помните, что медиазапросы, мы в блоке с медиазапросами пишем те стили, которые будут относиться для определенных... В данном случае для определенных размеров экрана. Ну, как мы здесь написали для определенных этих условий. Итак, я сделал заготовочку, возможно, мы не все из них будем использовать. Сейчас пойдем. Ну, пусть она будет, потом лишний стиль мы уберем. Итак, мы начинаем играться с меню. Получается, мы сделаем, чтобы на... А, даже здесь можно будет уже немного менять. Потому что есть минвис, и можно написать максвис. Давайте сделаем, чтобы на экранах, которые идут меньше нашего брейкпоинта в 960... Помните, если мы пишем максвис, то мы пишем 1 пиксель меньше, чтобы у нас срабатывал этот кусок. Что нам нужно сделать? Нам нужно на экранах, которые поменьше, нам скрыть наше меню. Надо сейчас еще вспомнить, какие он использует... Так, здесь у нас все опирает. Нужно еще шкновки. Так. Думеню. Там у нас меньше, мы просто делаем думеню. И на скрыль. Давайте посмотрим. Ура! Меню у нас нет. Здесь мы можем сразу воспользоваться другими моментами. Помните, мы здесь добавляли для фона... Для хедера добавляли такой фон, чтобы он продлевался на всю длину. Получается, здесь нам это не нужно, потому что у нас кнопка логин прибивается прямо... Именно прямо к краю. Поэтому мы можем для нашего билл хедера сюда же дописать просто background. Чип, у нас получается. Вот так вот. Мы сейчас посмотрим. Я все-таки воспользуюсь этой штучкой. Так. Хорошо. Окей. Мы фон сделали. У нас получилось окей. Давайте посмотрим, откуда у нас берется вот этот вот... Вот этот вот отступ. Так. Здесь нормально. У нас для контейнера сделано... В принципе, здесь... Так. Можно просто мастер сделать тысячу и просто пейлинг мы прирайдем. Что сделать? Дара контейнер, макс пить. Но контейнер меняет мультфильм. Нет, нет, смотрите. Мы сейчас идем по порядку. Мы сейчас меняем это. Ширину... Все. Мы их поставили в максимальную ширину. Мы зафиксили в больших экранах. Зафиксили в конкретную ширину. Все. Дальше мы ничего не меняем. У нас... Вот эти отступы, которые здесь идут, они нам нужны. Они нам нужны, которые будут снизу. Смотрите. Для того, чтобы... Для того, чтобы... Когда экран у нас меньше, чтобы у нас здесь всегда оставался какой-то отступ. Чтобы весь наш контейнер не прилипал прямо к краям мобильного экрана. Потому что мы увидели непосредственно. Мы же для ухэппи-байп-помптейнер не пройдем. Да. Все верно. Получается, здесь нам нужно сделать только, чтобы наша кнопка логин, она прилипла к правому краю. Вот. Ваним. Давайте сделаем... Сейчас. Ай-яй-яй. Логин, нет. Там паден. Там паден. В общем, можно просто убрать. Так, это у нас логин, да? Да, логин. Можно сделать так? Давайте сделаем так. Чтобы не трогать логин, будем... Будем так. И смотрите, здесь еще на... Так как мы сразу уже делаем экраны поменьше... Ну, окей, ладно. Пусть пока остается так. Хорошо. У нас картинка чуть-чуть стала лучше, да? Да. Так, смотрим дальше. Вот этот вот блок, который у нас идут... Здесь у нас вроде бы все окей, да? Да? Ну, не совсем окей. Итак, это у нас идет блок, где форма. Видите, мы здесь использовали BA вид с 1, 2 и выровняли его по центру. Так же самое не только для колонок, а вот для таких моментов. Можем использовать вот эти классы, которые мы только что прописали. К примеру, у нас всегда эта форма идет 50%. То есть, когда она больших экранов, она хорошо выглядит. Когда на экранах поменьше, мы можем сделать ее, ну, чуть ли не на всю ширину. Давайте мы сделаем так и сделаем. У нас здесь написано B, или 1, 2. Мы сделаем многое по-другому. Мы сделаем только, чтобы для больших экранов оно было 1, 2. Мы просто дописываем large, и у нас получается красота. Если мы делаем экран побольше... Давайте сделаем x-large. А, не, подождите, стойте, стойте, стойте. Нам нужно сделать medium. Вот, да. Получается, мы делаем каким образом? Medium. Получается, вспоминаем. Если немного путаемся, заходим в это. Смотрим. Ага. BA medium. Получается, для всех разрешений, которые больше 768, у нас колонка будет... В смысле, эта колонка у нас будет по центру. Если разрешение чуть-чуть меньше, то она выранится на весь экран. И снова же, если мы меняем меньше, у нас получается окей. Что я сделал? Так, еще раз, код. Код, 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 код. У нас была форма. Была написана просто beavit. Сейчас пригодится эта, одна, вторая. Там нужно сделать, чтобы на экранах побольше, она выводилась у нас на 50%. Поэтому, естественно, можно написать large. Видите, она срабатывает, будет срабатывать от масштаба. Получается, если экран у нас больше 960 пикселей, у нас она выводится по центру. Ну, я сделал это, чтобы на экранах больше 768 пикселей она выводилась в... Да, одна, вторая. Получается, если на экранах, которые поменьше, у нас оно всегда будет на 100%. Потому что у нас есть определенный класс. Точнее, оно не видит в следующем образом. Смотрите, мы прописали... Мы прописали, что для всех классов, которые имеют, для всех элементов, которые имеют класс beavit, который начинается, для них всегда ширина 100%. Получается, здесь, если мы используем класс beavit, medium, 1, 2, то у нас срабатывает правило вот это вот. И оно, получается, у нас ширина становится в 50% и срабатывает только для экранов, которых больше 768. Получается, если экраны меньше, то у нас этот div будет на 100%. Да. Есть, да? Идем дальше. Понятно или нет? А мы там ничего не меняли. Какой код? Смотрите, мы, получается, здесь комбинируем. Мы что-то дописываем в CSS, как там какие-то элементы, которых у нас не было, и что-то дописываем в HTML, когда у нас идет определенная ширина. А мне наоборот. Что мне наоборот? Вот здесь вот, да? Смотрите, вот здесь вот... Можно немного запутать. Когда мы прописывали наши вот эти BV, то есть нашу сетку, мы прописывали минимально, то есть от экранов 960 и больше. А в данном случае, когда мы скрывали наше меню, нам нужно обратно, нам нужно скрыть до экранов, до размеров экранов 960. То есть получается меньше. Поэтому мы здесь поменяли на MaxWid и отняли один пиксель, чтобы сделать одну точку разреза. И как бы скрыли. есть? Я так люблю эту тему, это интересно. Дима, ты, наверное, сидишь и не понимаешь, что происходит, да? Да, развернули. Да, посмотрите. Я смотрел, что я не вынаживал, да? Не выкладывал в руку, да? Надо было написать, я бы скрынул бы этот... скрынул бы Закушку. А, ну... Нет, ну, просто на прошлом занятии у нас была какая-то проблема со связью. А, ну, да, значит, не было. Так, улавливаете, как вообще, почему оно работает и как оно работает? Хорошо, идем дальше. Ну, хорошо, как оно работает. И зачем мы это делаем, и как мы это делаем. Так, идем дальше. У нас идет блок с нашими... Три колонки здесь у нас, да? Как видите, на этом экране у нас... Размер... Ну, в смысле, не очень красивый. Поэтому давайте мы немного его поменяем. Если мы прокрутим чуть-чуть дальше... Так, это у нас идет вот. У нас здесь так же самое идет. Одно третье, одна третье и одна третье, да? Давайте снова же здесь... Мы пойдем по-простому. Мы возьмем одну точку разрыва. Мы будем брать от экрана 768 и больше, мы делаем в три колонки. Экрана меньше, делаем одну клонку. Пока делаем... Пока пойдем по-простому. Итак, у нас идет три колонки. Мы здесь просто-напросто, где идут наши вот эти вот классы. Раз, два, три. И меняем его о BA with medium. Так, у нас они стали как бы друг за другом. Ну, видимо, не обновляясь сразу. Так, сейчас, секундочку. У меня... Так, одна колонка, три колонки. Видим, да? Здесь, получается, даже еще можно уменьшить, потому что там фильтр у нас немного налазит. На большом экране у нас три колонки, экраны поменьше, у нас становится в одну колонку. Это у нас... Что это у нас было? Давайте я сейчас обратно запущу его. Я просто открыл... А, у тебя оно возможно. Так, смотрим. Это у нас были блоки. Блок DU filter row, где у нас было вот эти фильтры. И идет одна колонка, вторая колонка и третья колонка, которые стали не колонками. Медленно на третьем? Да, да. Давайте, спасибо. в первый еще раз. И уходим. Я уже расстроил. Я уже расстроил, и еще перевел подвинет. Может, где-то где-то сюда, для этого? Да, да. Да, да. А, точно, уже одна. Смотрите, Почему? Я хотел, чтобы этот макет мы с вами сами делали, потому что там и осталось делать так, чтобы в дальнейшем нам сделать его попроще было, чтобы там можно, там, например, у Артем, у него была высота сделана для всего этого. Высота элемента выравнивала, вот это там, по имплей, где высота контейнера. Да, ну, к примеру, ну, а у меня здесь, я не помню, как у меня здесь, надо посмотреть. Посмотрим, сейчас пока идем в прятку. Итак, мы здесь видим, но, снова же, Никасиев, нам нужно выровнять их по центру, правильно? Выровнять все по центру. Давайте посмотрим, какие у нас здесь идут элементы. Здесь у нас кнопочки по центру, все хорошо, красиво. Так, а здесь у нас... А если ксимурову задать, давай... Вот здесь? Не, ну, самый... Ну, я вот задал. Ну, правильно, а эти не ставили, потому что здесь у нас флот идет. Смотрите, хорошо, давайте об порядке. Смотрите, если мы зададим здесь бит-центр для всего, не пойдет, потому что это правило сработает для всех разрешений, на смысле для всех, для всех экранов. Смотрим, видим. Вот, да. Поэтому мы добавим его, добавим его в респонс. Мы это отсюда дыраем. Итак, нам нужно сделать для... ДО фильтр-итемс. ДО фильтр-итемс. Мы снова же работаем с этим блоком. ДО фильтр-итемс. И у нас там было... ДО фильтр-тайп, если я не ошибаюсь. ДО фильтр-тайп. ДО фильтр-тайп. И здесь сделаем так салансом. А, ну, принципиально прочность. Нет, мы там делали дисплейн-дисплейн-лайнбок у нас получили. Ну, видите, как круто. Не знаю, мне кажется, здорово. Получается довольно интересный мимикрак. Не миленько, а клево. Так, есть у нас пациенты. Дальше. Есть такое, да? Да, я шуток. Что же для больших кран? Для тех, кто больше... Ну, посмотрим, что это мы сейчас... А чего она тогда не срабатывала? Что? Флота тут нету. У нас все сделано дисплейн-лайнблок. А чего она когда-то писала... Потому что у нас конкретно для класса ДО фильтр-тайп, то есть для класса, для вот этого вот блока, где он здесь идет. Вот, для этого блока у нас прописан текст-алайн-райт. Ну, именно в стилях для этого. Да, а мы добавили просто общий класс текст-алайн-центр, и он переопределял. Поэтому правильнее добавить здесь. Все, мы сделали, отлично. Так, мне не нравится вот этот вот первый блок. Он идет, видите, такой вот, у него слишком большой отступ здесь получается. Точнее, вот это он. У меня здесь задана тоже, наверное, минимальная высота 60 пикселей, или, ну, короче, что-то такое. У меня, получается, кажется, у каждого из блоков задана... Не знаю, нет, не лайн-хейт у меня задана. Задана высота конкретно. Давайте теперь это немножко поправим. Не-не-не, в диву мы ничего оборачивать не будем. Смотрите, суть рисуется, да, но здесь высота задана. Ну, в принципе, даже лучше... Ладно, пусть будет остаться так, мы здесь менять не будем. Так. В принципе, даже можно поменять... Сюда допишем фильтр location, и сразу будем... менять. И теперь нужно просто поменять высоту. У меня была высота 60 пикселей, давайте здесь я поставлю хейт авто. Вот. Чтоб у нас получилась такая вот некрасивая ситуация. Получается, я выбрал высоту по... ну, по конкретной высоте. Потому что, если у нас будет еще экраны поменьше, у нас фильтры могут выстроиться там как-то... короче, выстроиться как-то по-другому. А кнопка могут стать как бы одни... одни заодно. Поэтому здесь высоту убрал, и добавлю просто пейдинги, да. Я добавлю... Ну, давайте сверху попробуем добавить 10 пикселей. Нет. Опять нет. Так, давайте добавим 10 пикселей. Ну, мы видим, что у нас как бы здесь сверху и снизу, получается, если мы добавили по 10 пикселей, у нас получилось здесь 20, здесь по 10. Случайно сверху и снизу, нам нужно еще добавить определенные... определенные размеры. Как это можно сделать? Мы здесь добавили даже вот так правильно сделать. Смотрите, видите, если я здесь добавляю стиля, у нас оно влияет на вот эти вот еще. Видите, у нас, ну, короче, не вам не заметно, оно немного смещается. Потому что для этих иконок мы дописывали определенные... мы использовали класс filter type. Помните, когда эти иконки вставляли? Получается, когда используется в определенных местах разный, ну, как бы один и тот же самый класс, может получиться вот такая вот ситуация. Поэтому здесь нам есть filter type, но нужно немного уточнить, что именно только вот для вот этого вот блока. Этот блока у нас называется... Да, белый фильтр. Поэтому мы здесь вот так вот написать, и у нас... даже так будет лучше. И мы будем знать, что у нас работает только для этого блока. Получается, мы правила более уточнили. И для того, чтобы сверху и снизу добавить еще отступы, мы добавим для dual filter rule как раз добавим тоже... добавим эти отступы. И у нас случилась вот такая вот красивая картинка. Заметьте, что мы работаем между вот этими двумя скобками, то есть для разрешения, которые у нас идут чуть меньше. У меня вопрос. Давай. Для меня... для меню своего вот это группил чертай, вот тут, знаете, ты добавлял лайн-хейт на высоту, 60, по центру выставить. Ее убирать или нет? Потому что... Если... В меню? Лайн-хейт просто посажем на... Если ты там давлял лайн-хейт, то убирай лайн-хейт. Смотрите, я здесь... А почему не сделать просто лайн-хейт нормальный? Ну, да. Ну, я это имел в виду, да. Ну, в смысле, да. Убирать лайн-хейт, то, что ты прописывал, написать... Ну, или напиши лайн-хейт единицу даже. Или нормальный. Тут... Смотрите. Для того, чтобы не играться здесь с лайн-хейтами, что я... Какой я метод использовал? Я использовал метод, который... С вами мы говорили про выравнивание через дисплей инлайн-блок и выравнивание по центру. Видите? Помните вот этот вот метод? Content-inline-block и мы выбираем дисплей инлайн-блок и в артикл line-middle. Видите, да? Помните этот метод или не помните? Да, онлайн-блокал. В принципе, старайтесь его использовать. Он более, так сказать, более практичный, чем лайн... Как вы говорите, как мы используем лайн-хейт. Снова же здесь я с лайн-хейтом вообще никак не игрался. Я просто убрал высоту и прописал пэддинги. Все. И у меня получилось как бы проще и... Отлично. Так, идем дальше, да? Так, ну... Не знаю, как по мне, получается все красивенько, хорошо. Получается окей. Так, теперь наши эти... Наши колонки. Так, фильтры role прошли. Вот так. Item. Так, пейитем. То есть наши item. Так, первая наша... Первая наша сетка. Вот здесь сразу давайте пропишем два правила. Так, у нас идут четыре колонки. Я выбираю четыре наши ширины. Раз, два, три, четыре. Итак, я прописываю, чтобы для... А как выбирать? AltJ, да. Я прописываю, чтобы для больших экранов у меня была одна четвертая. Здесь оно как бы стало один-один. А для экранов поменьше. Идем, я ставлю одна-вторая. Так. Так. Сейчас я просто... Почему она у меня не сработала? Почему я просто... Первая четвертая. Сейчас, подожди. Так, не могу понять, почему она у нас не сработала. Сейчас посмотрим. Так, сейчас, ребят, две секундочки. Она стала на 100%. Да, она стала почему-то на 100%. Такое тоже может быть. А, у меня медиа-2. У меня, короче, она что-то криво прописала. Так. Медиа-2. Оно у меня просто криво отработал этот. Мультикрусор. Идем я сюда на четвертую. Ну, у нас одна-вторая. У нас вторая. Да. Так, теперь пойдем сюда, чтобы она получилась. Да, есть, получилось. На. Сейчас, секундочку. Так. Так, 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 так. Итак, у нас были наши итемы. Сейчас я включу обратно. Итак, были наши итемы. Это было у нас четыре колонки. Наши четыре колонки, правильно? Нам нужно в каждой из колонок, у нас было просто написано BA with 1,4. То есть, на всех экранах у нас было четыре колонки. Мы сделаем на экранах поменьше, сделали в две колонки. То есть, одна-вторая. В принципе, здесь даже можно взять не medium, а взять small. Да, так это, ну, так и должно быть. Итак, у вас, мы берем первую эту строку. У вас должно быть написано B with small 1,2, B with large 1,4. Получается, у нас до размера в 960 пикселей у нас будет... В принципе, даже мы здесь можем немного даже поменять. Смотри, проверь, чтобы было написано. Чтобы во всех, там, где у тебя идет B with, чтобы везде было написано B with small 1,2, а потом пробел, потом B with large 1,4. Получается, у нас на больших экранах идут четыре колонки. На экранах поменьше у нас идут две колонки. Ну, а на экранах совсем маленьких у нас идут одна колонка. Ну, в принципе, так, как я задумаю. Хорошо, сейчас откроем. Так, на этом моменте немного запутались, да, наверное? Не, ну, вроде работает, как оно должно работать. Хорошо, сейчас. Как-то работает, но криво. Сейчас. Оно может такое быть. Давайте по порядку. Вернемся к этому фильтру. Да, фильтр у нас просто 1,3. Смотрите, если мы меняем, получается, когда я здесь меняю определенный момент, да, у нас здесь становится в три колонки, потому что мы использовали медиум, там оно было расстояние, то есть больше 768. Поэтому у нас стало здесь в три колонки, но, видите, стало криво. В общем, как бы не годится. Поэтому, в принципе, в данном блоке мы можем сделать, написать здесь не медиум, а лакс. То есть получается, что на экранах до 960 пикселей у нас оно было, как бы, в одну колонку. То есть вот этот момент подправить, чтобы у нас, мы сейчас вернув пока об этом забыли, вернемся к этому. Получается, давайте сейчас посмотрим, как оно здесь идет. Нормально оно выглядит, получается, если мы делаем чуть-чуть как раз больше, тогда получается нормально. Поэтому давайте вернемся в блок, где у нас идет фильтр RAW. У нас было BsWithMe. Смотрите, здесь мы использовали один класс, а здесь мы использовали два класса. Почему? Потому что у нас здесь меняется только, у нас получается здесь только одно состояние. у нас состояние в три колонки и состояние в одну колонку. А здесь у нас получается состояние, на одно состояние больше. Получается 4 колонки, две колонки и одна колонка. Поэтому мы здесь использовали два класса. Мы, в принципе, могли бы здесь использовать один класс. У нас получается состояние одна колонка, а состояние четыре колонки. Но там не очень корректно, потому что здесь у нас две колонки, мы можем и выяснить, на экранах поменьше. Давайте сейчас вот этот блок приведем к нормальному виду, где у нас написано здесь вот BsWithMe, medium 1 3 мы напишем medium напишем large и получается если на экранах видите получается на экранах побольше если экран становится совсем большой у нас получается красиво и одновременно же меняются наши вот эти две колонки становятся до это где фильтр есть да если документ ребят более-менее картина восстановил нарисовать в голове здесь немного сложновато здесь нужно несколько раз попробовать и вы поймете да здесь она потому что мы смотрим разные экраны там то больше то меньше 2-3 колонки 45 но можно немного запутаться но когда вы попрактикуетесь у вас это будет довольно просто итак у всех есть такая картина сейчас практически вы используете свое воображение хорошо давайте у кого не получилось и у кого что не получилось давайте мы что-то становится так что у нас происходит у нас на breakpoint в 960 пикселей у нас эти становятся в одну линию эти становятся в 2 линии а дальше пока ничего не ну дальше если мы делаем дальше то у нас сейчас то меньше получается кажется меньше 480 она становится у нас в одну полу а почему правильно да есть если мы ничего если мы ничего не пишем то у нас наши колонки по умолчанию имеют сто процентов сто процентов ширины а мы записываем для разных экранов выставляем разные колонки если краны больше вставим 4 колонки краны чуть меньше две колонки если нас по умолчанию становятся на всю ширину то есть одна колонка это ширина сто процентов две колонки это ширина колонки 50 процентов 4 до 25 есть да да это мы сейчас это мы сейчас подправим давайте теперь запишем дальше в этом блоке поменяем так как у нас блоки довольно большие мы здесь сделаем тоже по 100 процентов смотрим чуть дальше наш 2 наш 2 grid нужно еще найти наш наш grid и be with 1 2 то есть навсегда 1 2 мы сделаем как мы сделаем просто припишем be with ну видите у нас здесь сразу вылезло несколько багов они в принципе всякие итак у нас получается здесь идут по две колонки здесь идут одни колонки но не здесь липлись мы сейчас это исправим есть да и смотрите для последнего рова для последнего это пропишите точно таки сам же дивы как у нас классы как у нас были там а у нас там класса какие у нас было бейс мол одна вторая и бей и вид слач одна четверка опутались да хорошо давайте еще раз итак наши большие по молчанию они были он давайте вернем для наших больших по молчанию было написано девицы на вторая то есть для всех экранов они всегда идут для колонки а нам нужно сделать чтобы в рекламке не будет для экрана больше среди то есть мы вместо бей и вид с просто пропишем бей и вид с медиума на вторая нет для смола если да но зачем нам прописать класс мол 11 если можем просто написать 2 1 2 и у нас для маленьких экранов одну колонку для более больших ногу и для крема да почему мы здесь один пас потому что здесь у нас было четыре колонки на спустите в каждой колонке было по 2 колонки получается здесь у нас две колонки по 50 процентов там четыре колонки по 20 процентов здесь у нас получается это у нас большой элемент он занимает больше места поэтому написали там один класс и у нас срабатывает потом для блока который чуть-чуть снизу просто скопировать и вот для вот этих элементов мы прописываем be with small 1 2 2 1 4 и у нас получается вот такая вот подождите у нас еще один остался блок ведь у нас еще один был из конца остался кстати когда вы прописали футбол как вы запись написали Christie�ров я чуть не понял хорошо давайте что мы делаем а зачем медиум 1 1 1 смотри если я здесь делаю медиум правильно 1 2 все правильно медиум 1 2 а только для этих только которые дут нас ниже немного другое здесь пишем идиом 1 4 смол вставим 1 2 запутались да хорошо так давайте на какой моменте вы застряли что вам непонятно если человек который все понял не все понятно ну просто что кода много и короче комментов надо было больше писать чтобы потом проще было понять где шо у меня назвала не у меня большие большие боксы во втором значит ты прописал чуть-чуть не тот класс потому что мы здесь прописывали в больших нам нужно написать be a with medium medium 1 2 смотрите не используйте класс medium 1 1 потому что у вас он помочь мне нужно еще один кран место место не хватает слушайте отличная идея хорошо давайте сделаем следующим образом я сейчас спрячу весь контент и пройдемся по самим этим по самим колонкам так думаю надо было сразу начать и видимо 1 2 должна быть большим до стоит нет смотрите у вас должно быть как у меня точно и должно работать вот это тот момент когда точно должно быть как у меня итак смотрим по порядку первая колонка первая колонка у нас выглядит в принципе вы так же само можете свернуть код чтобы у вас выглядел вот так вот так что это получше согласитесь да попробуйте свернуть вот так вот и сделать вот так вот код и мы сейчас допишем просто если посмотрим у нас первым смогу я вам сейчас расскажу почему там смол почему там марши почему там все просто видим Продолжение следует... 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 А, ну смотрите, в принципе, у нас получились классы одинаковые. Там, где у нас колонки идут, 4, как бы 1,4, у нас здесь снова 1,2, 2,1,4. Да, то есть, да, все верно, да. И у нас получилось там, где этот... Вот, сейчас-то мне это дам, как бы, проб, мы, как бы, пришли к решению. Хорошо. Так, есть, да? Хорошо, теперь нам нужно добавить отсюда. Смотрите. А что у тебя случилось? Ну, отлично. Все, идем отмечать. Так, смотрим дальше. Итак, у нас, получается, они слиплись, ну, как бы, слиплись в один... Между большими, где? Да, между большими, а там дировал. Получается, только-только идут, где B и Grid. Видите, у нас есть отступ. Нам, получается, нужно добавить отступы между самими клонами. Как нам это сделать? По сути, мы закрепили конкретную... Взяли точку разрыва. Наши 959. Поэтому мы здесь сейчас давайте допишем отступ. Мы здесь просто берем... У нас было там du item. Ну, давайте добавим... Пока margin-bottom, по логике только. У нас там... Пиксели, если не ошибаюсь. Это response? Да. Да, все допустим response. Итак, вроде бы у нас получилось, да? Но увеличилось. Да, но там, где между блоками, у нас оно увеличилось. Если мы сейчас сделаем больше экран, то у нас дальше получается, как должно. Поэтому, так как у нас везде здесь идут элементы, мы... Давайте посмотрим, если совсем один-один получается. Есть у нас отступ. Хорошо, что нам нужно сделать? В данном случае мы здесь дописали. Мы просто уберем отступ между самими гридами. Да, только нужно написать именно для этого блока, чтобы это не коснулось других каких-то элементов. Потому что у нас там где-то не используется. Сейчас мы пишем du items.baGrid плюс точка... Ну, у меня items. Можно взять item row. Давай item row, в принципе. Item row или item row? Item row. Item row. BeGrid плюс... BeGrid. И для него margin row мы ставим 0. И у нас вуаля. И получилась у нас как бы красивая, красивая сеть. По сути, как видите, мы здесь дописали только вот кусок кода. Видим, да? Сколько здесь у нас? 20 строк кода. Ну, если его минифицировать, то вообще будет 1 можно сделать. И дописали парочку HTML. И получилось у нас... Читай responsive сайт. Даже если получается... Ну, если у нас совсем маленьких, что... А что у тебя с анимацией? У меня вроде все. Ну, видишь, они по бокам тебе стали. Что? Ну, звездочки и комментарии стали по бокам. Ну, получается, после этого, когда мы пришли к этому моменту, здесь уже приходится, так сказать, причесывать. Потому что когда вот такие вот мелкие детали, те же самые вот эти вот моменты, из-за того, что здесь невысокая картинка, но вообще там слеза. Потом здесь перекидывается количество этих. Вот эти моменты уже нужно доделать. Снова же. Когда вот много таких мелких элементов, оно получается, как бы, такие запады. На межших экранах можно сделать кнопку, эту переместить вообще, к примеру, сюда. Здесь поставить звездочки, здесь, как бы, сами комментарии. Не оно появляется. Самый популярный минимум. Нужно делать меньше всего на часик. Да. Ну, на таких нормально. И все у нас получается. Ну, не знаю, как вы сделали loadMorp. Вот, к примеру, у меня здесь вот сама кнопка внизу loadMorp, она идет из-за того, что мы там добавили внизу отступы. Вот, у нас идет сама кнопка. У меня здесь идет... А, ну, в принципе, у меня здесь идет Merging Bottom 40 пикселей. Я могу просто... Это снова же, как вы уже делали. Я сделаю Merging Bottom 0. Так, подождите, подождите. Не теряем фокусировку. Так. Как вам тема? Интересно. Отлично. В общем, теперь, после этого, теперь... А чтобы на телефоне, кстати, работала, она на дефорте послала. Да, отлично, отлично. Слушай, класс. Я так увлекся, что забыл сказать про самое важное. Смотрите. Как раз у нас время есть, как раз мы это добавим. Когда мы... Когда мы сейчас смотрим на экране, получается, у нас оно все работает. Есть еще такое понятие, как... Не знаю, здесь у меня, наверное... Так, я сейчас быстренько скопирую. Так, ребят, получилась у вас такая картина вся? Да. Хорошо, теперь смотрите. Хорошо, что Артем подметил такой момент. Когда... Если это из мобильного, соответственно, оно работать не будет. Почему оно не будет работать? Потому что у нас... Данная верстка, она идет под десктопные... Короче, под компьютеры. Получается, когда... Если вы откроете из мобильного телефона, он автоматически верстку просто масштабирует. Правильно? Он просто как бы ее масштабирует и, соответственно, выводит его не так, как нужно. Для того, чтобы у нас вывелась она так, как нужно, нам нужно добавить еще метатег. Так называемый метатег с viewport. В viewport мы уже знаем, что это такое. И что мы сделаем? Мы прописываем, чтобы наш... Как бы так сказать... Когда через телефон вы открываете сайт, он автоматически масштабируется. Получается масштабируется, как бы там получаются мелкие картинки и так далее. Здесь мы указываем, чтобы у нас он никак не масштабировался, а бралась как бы ширина нашего viewport, бралась как ширина размера самого экрана. Давайте я вам скину вскакшу, чтобы не перечислить. А, вот мы скинули, да? Саша, да? Нет? Кто скинул? Кто первый, да? Чего я туда бегаю, могу тебе показать. Итак, мы с помощью viewport указываем, что ширина у нас идет как ширина нашего viewport, ширина нашего экрана. И здесь указываем начальный масштаб 1 и максимальный масштаб тоже 1. Об этом более подробно про этот тег, мета-депорт я вам расскажу в следующем занятии. Более подробно и расскажу, что где и как. Там еще нужно будет добавить некоторые... Можно будет добавить некоторые... Вот, после этого, следственно, когда вы открываете на мобильном, у вас оно покажется нормально. И будет указываться в зависимости от разных условий. Так, уже как мы сегодня четко, 57 минут. Хорошо. Так, ребят, в общем, задача... Задача тогда на понедельник. В общем, мы доделали до этого куска. Задача на понедельник. Доверстать его, соответственно, до конца. И сделать вот эти блоки респонсов. Получается, что здесь можно вывести в две колонки, ну, или там, в три колонки, или в одну колонку вывести. Потом, видите, что можно. Здесь у нас просто две колонки, они будут в одну колонку, как у вас меняется. Также самофутер. У нас, получается, здесь три колонки. Вводим их потом в одну. Все, здесь, по сути, как бы ничего... Ничего сложного. Как сделать вот так вот этот кусочек, спросите у Жени. Не, я серьезно, как бы он сделал, мне понравилось, как он сделал. Так что, хорошее решение. Так, давай еще раз проверю, точно ли хорошо. Хорошо, что мне понравилось. Так, здесь, да? Вот это? Шенек 91. Хорошо, давайте сейчас рассмотрим, как у нас здесь есть. Итак, у нас есть какой-то... Так, а может... Даже от их... Ну, почти хорошо. Ну, идея, в принципе, хорошая. Смотрите, он, получается, взял input и добавил для него там какие-то там отступы на иконки и отступы на его. И иконку и кнопку он просто как бы сместил влево и вправо. Вот, получается, здесь с помощью position relative write... Вот, в принципе, если мы берем... Да, он, получается, сделал вот так. Можно сделать так. Я бы делал бы по-другому. Нужно проверить, кстати, на cross-browsing... Провел, как вы эксплорируете, смотрите? Не работает в Мазелле тоже? Не, работает там кнопка. Спасибо. Так, ну, 11-й нормально. О, тут кружочек. А то поменять. Да, то и тут такая. Нет, так это 11-й, ё-моё, чтоб ненормально было. На девятом... Сейчас страшно. Оу. Нет. Кстати, как и у меня было, тогда проблема тоже. Лучше он не смотрит. А play можно... Давай. Это теперь play. А, никольный влево-браузер. Да, в принципе, здесь работает, но, соответственно, пасхолдера нету, потому что в ВИЕ девятом нету, пасхолдера. Ну, в восьмом не страшно. Все пропал. Ну, в принципе, работает отлично. А, колланды. Нормально. А что-то тоже прикольно. Я делал эти border radius, там, процентов 20, это прикольно. Ну, вот видите, получается, то, что мы использовали трансформы и так далее, видите, оно, соответственно, все повылазило. Ну, короче. Что с ним делать? Ну, за сон. Понимаете. Нет, ну, например, заканчивай, говорит, а я хочу, чтобы там отражалось нормально, чтобы туда пошли. Нет, такого говорить нельзя. Смотрите, вот вариантов несколько. Подождите, не собираетесь, ребят. Я еще не сказал, что все. У нас еще там до заката еще куча времени. Смотрите, если заказчик говорит вам, да. Во-первых, нужно, в первую очередь, попытаться ему объяснить, сказать, что нет уже смысла это делать, потому что там, ну, все равно... Так, сейчас, сейчас, я сейчас расскажу. Все. После этого вам, соответственно, нужно, когда из... Просто изначально, когда вам заказчик ставит задачу делать в Е8, вы не используете ни трансформ, ни анимации, ничего. Вы сразу делаете тупо под Е8. Вот если вам говорит заказчик, нужно, чтобы работала в Е8. Теперь вы открываете не Chrome, а открываете Explorer, и начинаете в нем перестать. Вот это будет самый правильный метод, чтобы добиться нормального результата. Конечно, у вас... Можно сделать, к примеру, вот эти вот блоки, сделать прозрачной картинкой. Ну, нужно вырезать пашечку, вставить ее прозрачной. Ставить прозрачной картинкой сюда. Ну, в принципе, эти блоки можно... Да, можно, можно. Все картинка видит. Одну картинку залезирует, и все проверим. Нет, ну ссылки должны быть. И все равно, если вам... Разница между тем, как кнопочек закружается, и не может. А, когда захотят пробовать, а перейти, а на не клик. А где? Да. А если теперь думаете, почему же я так и делал? Да, все пропал. Так вот, смотрите. Просто получается, здесь все делать, тогда, если он хочет, что у вас были круглые кнопочки и так далее, ну, в общем, я вам сочувствую в этот момент. Потому что вам все кнопочки придется делать картинками, вырезать его и так далее. Вот эти все иконки делать картинками. Получается, вы просто максимально делаете все картинками. Табличный номер. Табличный номер. Табличный номер, скажите, нет, да, слишком. Знаете, сложный вопрос, конечно. Снова же, если ваш проект рассчитан на ИЕ8, на эту аудиторию, вам нужно, чтобы он красиво показывался, вы все делаете картинками. То, что в нормальном браузере можно сделать с помощью CSS, вы делаете картинками. Это самое оптимальное решение, которое будет работать нормально. Все, здесь выхода другого нет. В принципе, можно попробовать подключить, есть так называемые, типа, эмуляторы вот этих CSS-3 свойств. Он называется там... Эмулятор Google Chrome. Это ИЕ8, да. Эмулятор браузера. Да, можно такое. Не помню, как называется, или CSS-5, или что-то такое. Типу, подключаете, и вот эти CSS-фишки работают. Подключается скрипт, и он... Работают вот эти фишки. Можно попробовать... А? Сколько я распробовал, у меня он, если очень много элементов, некорректно работает. Он там или что-то криво, или что-то этот. И, соответственно, не все свойства он анимирует. Ну, к примеру, здесь. Хорошо, что здесь можно? Ну, иконки сделать, вырезать круглыми не страшно. Кнопки сказать, чувак. Типа, все, кнопки будут квадратные, и останет меня. Иконки сделать круглыми. Вырезать это как бы несложно. Ну, как вы здесь вот вырезали круглые. Ну, здесь что-то случилось. А то у меня вот эти горизонтальные линии HR. Меня автором не получалось делать. Не надо там HR делать. Я их теперь передел. Ты передел, что... Ну, это тоже как бы... Тоже сделайте картинками, картинка, картинка. А чем здесь форма? Нормально. А, не, смотри, в принципе, идея правильная. Так как этот... Я бы, если в таком плане, я бы сделал бы как? Я бы просто взял див какой-то конкретный, и ему применил стиль вот эту вот... Такую прозрачную. Типа, див сделал видом как input. Получается, здесь просто вставил иконку, здесь вставил просто input какой-то маленький, без стиля вообще, что просто был, добавлялся. И после него просто вставил кнопку. Все. Получается, у нас визуально то же самое. И как бы работает. В принципе, твое решение тоже хорошее, мне понравилось. Как видишь, работает везде. Как бы суть то же самое. Мы просто визуально делаем, элемент аналит. Получается, что ты сделал весь input на него, а я бы сделал просто гим, и просто они с чьими-то другими. Так, подождите, ребят, секундочку еще. Потерпите сейчас, две секунды. Я хотел что-то важное сказать, и не сказал. Не делайте. Не, нормально, можете сделать. Все хорошо. А, насчет этого. Насчет блура. Да, получается, что здесь видно. Вот если навести, видите, он идет, картинка такая размытая. Да. Можно сделать это с помощью... Можно с помощью свыга сделать. Можно сделать, есть еще такое понятие, CSS-фильтр. Я здесь могу просто написать веб-кит-фильтр и пишу в блюр. Взять пиксы. Ну, просто, видимо, эти иконки у тебя картинки, да? Дима, нормально ли? А, нет. Там даже парадик. Такое позрение. О, я вижу. Не, просто странно, что оно у тебя... О, это грызно. Нет, вот так. Нет, там потому, что он что-то дусом дыил, дусом дыил, и мы ее где. Ну, вот видите, получается... Когда я навожу, видите, она немного притормаживает. Не знаю, вам заметно или нет. Ну, короче, тут оно прыгает, видите, и прыгает. Видите? Прыг, прыг. Что не скажет, это не наскажет. Вот, поэтому, если вам нужно сделать бур, тут... Или вставлять две картинки, но я бы здесь отказался. Потому что если делать то же самое с CSS-ом, можно SVG сделать? Ну, снова же, эта дополнительная нагрузка, она... Ну, она не нужна, потому что нас мы сверху наводим, и у нас все равно плашка вляет. Просто еще такой момент. Когда вы работаете с заказчиком или с дизайнером, вам еще придется будет не стараться... Не всегда соглашаться на то, что он говорит, он придумывает какую-то идею, а если это адекватно, здорово, интересно, вы потренируетесь, добавите что-то новое, сами что-то узнаете. Если это неадекватно, ну, в смысле, не то, что неадекватно, ну, если неадекватно, сразу же отказывайтесь, конечно. Если это не рационально, вот, к примеру, как здесь, вот я вам показал почему, потому что если использовать этот метод, оно перетормаживает, и, короче, не очень. Просто сказать, чувак, типа, ну, по сути, здесь это размытие, оно просто-напросто не нужно, оно не несет никакой пользы. Даже, ну, какое-то эстетическое пользование не несет. Оно не настолько делает дизайн красивее, чтобы можно было там от него отказаться. К примеру, если иконки круглые сделать квадратными, о, это уже заметно. Поэтому нужно переговорить и сказать. Так, хорошо. В общем, задание на понедельник. Доделать dukut и доделать его респонсик. И проверить во всех браузерах. И выложить, соответственно, на документы. Вопросы? На понедельник. О, я на карте делал какое-то, короче, я нашел в гонете, типа, обложку через какой-то дата, там, имейдж, что-то там. И у меня картинка получилась, вот, и, короче, много букв. Я написал в бэкграунде. А, да, это... Картинку можно представить, соответственно, просто вставить картинку. Ее можно вставить через, так называемый, формат data.uri.i. Получается картинка, она представляется набором, просто набором, набором цифр. Можно, но только с небольшими иконками и так далее. И оно снова же, не во всех бразерах, нормально работает. Поэтому, честно, я на практике практически не использую, лучше вставлять картинку. Если у тебя есть картинка, вставь картинку. Спасибо. Первый, по-моему, что автор сделал, что контент забернул в бэкгене. У меня все красиво получилось.